Некролайт Ротунджерри был убит за ересь людьми, называвшими себя святыми. Но смерть лишь принесла ему огромную ненависть ко всем живым. Он становится все сильнее и получает удовольствие, когда от его руки умирает живое существо. Каждый его шаг отдает смертью. Само его присутствие истощает и иссушает живых существ. Мастер боли и пыток, Некролайт, беспощадно уничтожит всех слабаков, вставших у него на пути. Реса нет. Вот это сюда. Хорош. Но не умрет. Ой, хорош. Ну подхиливаю, как мажу. Хорош, это минус. Или Орика туда же. На вставочку, да, сделаю, да? У-у-у, но это на вставочку, ребят. Это точно на вставочку. Ультра на вставочку в такой драке, но это просто Этериал сейчас Купер. Погнали под Тэшка, в общем. Ес, пришел, да? Ну, это смерть. Дай репера дать. Хорошо, что-то есть. Хорошо, что я пассивку взял. А че ж ты не пошел дальше? Вот я пойду. Бежали. Надеюсь, там не будет никакой хосты. Знаете, такой хоста, там, море дэмэджа. Ха-ха. Прикинь, регенерация, да? Ну, какова вероятность, что выпадет регенерация? Это два стана будет. Два стана, это очень плохо. Надо бежать, парень. За крипов прятаться. Не надо, дядя. 6. Какова вероятность, что выпадет регенерация, да, там? Ну, 100%. Да ладно, я ожидал хосты, типа, он на базу побежал. Пришел таверлос хитить, дядя. О, руинер. Руинер. Сёрт на си. Мидр. 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 Вот такой вот пацан. XY. Ребятки, запоминайте, новый, новый топ-фраз у нас добавляется слово Сюорт. Ну, типа, классические обезьяны. Готки. У-у-у-а-а-а. Вот такой часто, знаете. Сюорт. Вкусный чай. Ой. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Аксенадус, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы перейдем к разбору нового гайда, конечно же, хотелось бы поблагодарить вот этих спонсоров, которые поддерживают и продвигают Ютуб-канал до сих пор. Спасибо вам, ребятки, большое за поддержку. Спасибо то, что двигаете Ютуб-канал вперед, вот так вот подталкиваете, знаете, подтягиваете, ну и, конечно же, мотивируете. Ну, ребятки, всем, кто ставит лайк, кто подписывается на канал, кто заходит на стримы, кто смотрит гайды, отдельное уважение. Ребята, спасибо за то, что вы поддерживаете и мотивируете на то, чтобы двигаться вперед, как говорится, не пинками, а просто аккуратненько делаем контент и двигаемся дальше. Спасибо, братцы, от души и респект. Сегодня у нас особенный гайд. Гайд на метового героя, а именно на Некролайта. Посмотрите на этого Некролайта. Ротун Джерри, его зовут. Вот такой вот простенький старенький дед. И сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает Дэспульс, как работает Хердстоппер, аура, как работает садисты, как работает рэпер Скайпа. Да, он зачитывает рэп, конечно же. Ну, не так круто, как Баунтихантер треки ставит, конечно, но очень сильный герой. Этот герой в этой карте апнут. Чем он апнут? Сейчас я вам расскажу. Поехали. Итак, друзья. Первая способность на нашем персонаже – это Дэспульс. Данная способность позволяет продамажить оппонента, захилить себя и захилить союзника. Также помогает частично, частично обнаружить инвизных персонажей. Как это работает, я немного, так сказать, вам чуть-чуть поизливаю душу сейчас в рассказе о первой способности. В ходке у нас Дэм мы прокачали данную способность. И что у нас будет происходить? Когда вы нажимаете Дэспульс, вокруг Никролайта образуются волны в радиусе 475 единиц. Эти волны, они бесконечны по количеству. То есть, создавать он может Никролайт бесконечно. То есть, сколько бы не было юнитов вокруг вас, каждая волна будет создана Никролайтом. То есть, нету никакого лимита. Так же, как и на Старфоли у Патмы. То есть, чем больше юнитов, тем как бы хорошо. Больше раздамажите, да, получается? То есть, всех надамажите. Также с Дэспульсом такая же приколюха. Вы спокойно сбегаете в толпу, нажимаете Дэспульс и дамажите всех вокруг. И если есть союзники, то вы их подхиливаете. Как это выглядит? Сейчас нажмем. Нажимаем ход КИД и вот такой вот пульс пошел. И, как видите, такой вот полетели такие пульсики. Оп, и пошло такое дело, да? При этом, смотрите, оппонентов как бы раздамаживает. Ну, а союзников, как говорится, захиливает. Сейчас мы это покажем. Смотрите, оп, захиливает союзников. Ну, и также не забывайте, что самого Никролайта это хилит. Плюс, самая интересная тема. Даже если здесь будет кто-то стоять в инвизе, ну, например, давайте вот так вот. Итем. Силве. Сделаем. Смотрите. То Дэспульс полетит все равно сюда. Это очень годная тема, которая позволяет пропалить инвизеров рядом с вами. Дэспульс будет лететь в каждого персонажа, который находится в инвизе. В случае, если он попадает в радиус 475 единиц. Это очень годная фишка. И самое классное, что тут есть. Ну, конечно же, это может быть еще и минус. Но 400 единиц скорость этого Дэспульса. То есть, одна вот эта волна движется со скоростью 400 единиц. То есть, тем самым, если инвизер очень быстрый, в принципе, ну, чуть-чуть быстрее, чем Дэспульс, то вы сможете проследовать за ним. То есть, от Дэспульса-то можно попытаться и убежать. Потому что он летит с небольшой скоростью. То есть, вот так вот будет его видно персонажа. Видите? То есть, пока там Хускар побежал, за ним полетел этот Дэспульс. То есть, очень интересная тема. Ну, а касаемо таблички, которую вот здесь вот сейчас будем разбирать, тут довольно-таки все просто. Смотрите, про радиус мы поговорили. Урон у нас такой. 125, 175, 225 и 275 единиц. Следующий момент это лечение. 70, 90, 110 и 130 хп. Вы будете себе захиливать. Союзникам также вы будете захиливать. Неважно, кого, так сказать, дамажит с этой способностью или хилить. Хилит и дамажит всех, кто находится в радиусе. Это я уже говорил. То есть, нету лимита по созданию этих волн. Если кто-то заходит в этот радиус, каждый получает либо хил, либо урон. В зависимости от того, на чьей он стороне. Следующий момент. Монокосты. Очень интересный момент. 125, 145, 165 и 185 единиц. Это очень много на самом деле. 185 единиц. Монокост на деспульсе это реально очень много. Ну а КД. КД вас приятно удивит. 8, 7, 6 и 5 секунд. Каждые 5 секунд можно будет себя подхиливать. И, конечно же, поджаривать оппонента. Это реально очень интересная тема. Ребятки. Что касаемо урона. Это у нас тут магический урон. А это значит, что в БКБ этот деспульс не надамажит. Но есть приколюха. Деспульс триггерится на тех, кто находится в неуязвимости к магиям. Да, вот так вот он триггерится. То есть, вы видели, деспульс закидывается в хускара. Но хускар находится в неуязвимости. В неуязвимости от магического, так сказать, вот этого всего сопротивления. И на него не дамажит. Никак не работает на него деспульс. Также будет работать на БКБ. Ну и данную способность избежать нельзя. То есть, если за вами уже летит деспульс, то он стопроцентно за вами долетит. Можно, конечно, закайтить мантой, закайтить еулом. Но это нужно как бы немножко ловкости рук и четкого тайминга. Так что вот такая, ребятки, у нас первая способность. Деспульс дамажит, хилит союзников и оппонентов. И, конечно же, имеет хороший калдаун для того, чтобы приятно проводить, как говорится, время в каточке. Погнали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Хердстоппер Аура. Данная Аура иссушает оппонента в определенном радиусе от максимального здоровья. Просто наносится какое-то количество дэмэджа, будучи находясь сникерлайтом. Очень интересная способность, которая позволяет нереально сбить регены и в целом очень сильно дамаживать. Но иногда помогает еще и крипов добивать, которые находятся в лоу хп. Реально, вот такая она способность. Сейчас мы ее дополнительно разберем. Ходки на стэ, мы прокачали эту способность, появляется у нас вот такой вот вонюченький эффект. И обратите внимание на вот этих грозных ребят, которые стоят, у них постоянно убывает здоровье. Это именно то применение, которое нам нужно. Когда кто-то будет находиться в радиусе 1200 единиц рядом сникерлайтом, у него будет от максимального запаса убывать здоровье. Это реально очень-очень сильно. Как она убывает? Она убывает по процентовке, в зависимости от уровня прокачки. Процентовка у нас разная. При этом хердстоппер имеет тип урона специальный, отнимание здоровья. То есть есть же чистый, прорубающий, магический, физический. А это отнимание здоровья. Что это значит? Это значит, что многие другие, так сказать, способности не будут триггериться от хердстоппера. Есть тут, конечно, минус. Хердстоппер очень сильно палит некролайта. То есть если вы идете по лесу и видите на себе статус ауры некролайта, то сразу понятно, что тут некр и надо убегать. И плюс, конечно же, хердстоппер не работает в инвизе. Раньше можно было бегать рядом с оппонентом в инвизе и его дамажило, так сказать. Это было реально прикольно. Следующий момент, который у нас тут есть. Давайте разберем табличечку и поговорим досконально. Смотрите, радиус действия 1200 единиц. Это реально очень хороший радиус. И следующий момент, уменьшение здоровья в секунду. 0.6, 0.9, 1.2 и 1.5%. 1.5% от максимального запаса это очень много. Образно, если у оппонента 1000 хп, то 15 хп в секунду он будет терять. Если 2000 хп, то 30. Если 3000 хп, то 45. И так далее. Это реально очень много. Казалось бы, это что-то по 15, когда у вас 1000. Но сколько идет драка? Примерно 10 секунд. 10 секунд. А это значит, что 150-200 хп с 1000 хп вы спокойно сможете раздамажить. Просто так. Вы рядом находитесь и дамажите. Длительная задержка ауры 0.5 секунд. Это именно такой момент, на который я здесь проакцентирую тоже внимание. Эта аура, она имеет задержку 0.5 секунд. То есть, если вы захотите там заеулиться, какое-то время на вас еще будет действовать херстоппер. И потом он перестает. И опять начинает работать. То есть, образно, юлу, юлу как бы не все равно. На херстоппер тоже. Обратите внимание. То есть, я когда заеулился, у меня еще там хп раз, там упадут. Потом, если что, пересмотрите. Это именно эта задержка ауры. И она чревата на самом деле. Не успеваешь иногда от Никролайта убежать и умираешь от этой ауры. Это реально неприятная тема. Ну и что? То, в принципе, по табличке все, табличка уезжает. Следующий момент. Отнимание здоровья. Что это такое и с чем это кушать? Смотрите. Отнимание здоровья все равно на БКБшке. То есть, если вы будете в БКБ или будете в репеллах, у вас все равно будет отниматься здоровье. Отнимающий урон это такой тип урона, который не триггерит множество способностей. Которые, допустим, защищают вас образно, как вот второй спелл Абаддона. Да? Все равно. Вы будете страдать под вторым спеллом Абаддона все равно. Бэктреки Войда тоже не отнимают эту тему. Вернее, не отменяют. Блейдмейл не работает. Блингдайгер не сбивает. Боттл не сбивается. Бристалбека третий не работает. Кларетка. Колдснап. Карасивы скины. Эхо стомпы. Фатал Банды от Варлока. То есть, большой список. Хилочка также не сбивается от Херстопера. Тараска не сбивается. Кракеншелл. Ливен Армор. Манашилд. Жолнир. Найтмейр. Опен Вонт. Арчит. Арчит также не поднимается, так сказать, его бонусный в конце. Далее. Рекол. Это который вот у... Как его? У Котла вот этот телепорт. То есть, он тоже не сбивается от Херстопера. Рефрекшн не работает. Это ретюрн от Спирит Бира. Жесть. Короче, в общем, огромное количество вот этих вот способностей, которые просто никак не триггерятся от Херстопера. Вот такой вот у нас, ребятки, смысл. Отключается истощением, не может быть унаследовано иллюзиями и реально очень-очень мощный и грозный спелл, ребятки. Надеюсь, я досконально объяснил, что, как говорится, что такое вообще отнимание здоровья. Отнимание здоровья это такой тип урона, который позволяет хилиться и не триггерить другие способности. И этому типу урона все равно находишься ты в БКБ, в других каких-то моментах. Ну и, в принципе, все. Когда вы находитесь рядом с Некролайтом, выхопайте. Это самое главное. Запомните. И очень сильно сбивает это регены. Ни худы, ни пайпы, ничего тут не спасает. Просто это процентовка. Запомните. Процентовка и все. Нету никаких смягчений. Погнали на следующую способность. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже это Садист. Данная способность позволяет Некролайта восстанавливать с убийства врагов здоровье и ману. Очень прикольная тема. При этом длительность у нас тут будет таких бафов за убийство определенное 6 секунд. И за героев и за крипов у нас будет тут два разных восстановления. И вот это очень важный момент. Потому что этот момент позволяет понимать, насколько Некролайт сильный становится с прокаченным Садистом. Сейчас мы все это будем разбирать. Давайте для начала убьем крипчиков и посмотрим эффект Садиста. Я вам сейчас его покажу. Эффект очень приятный. Его ни с чем спутать нельзя. И обратите внимание на Некра сейчас. Смотрите. Оп. Видели такое? Как будто заполняется стик. У стика такой же эффект. И это значит, что Садист успешно сработал. Что у нас получается, когда Садист сработал? На 6 секунд Некролайт получает бонус к ХП регену и ману регену. При этом, если вы добьете героя, то этот ХП реген и ману реген работают в 10-кратном размере. То есть, если с крипов это 1х, то с героев это 10х. С иллюзией тоже будет, кстати, 1х считаться, что это как будто... Ну, это не герой, это иллюзия. То есть, это крип. Считается вот эта тема так. Так, следующий момент, который нужно обусловить. Заряды Садиста, они не пробафаются как по ступенькам. Они работают независимо друг от друга. То есть, если вы добили 10 крипов, то за 10 крипов вы получаете этот бонус. Добили 1 крипа, добили 1 крипа и получается на 6 секунд пробафаете себя с 1 крипа. То есть, тут независимо. Если вы добили пачку крипов у одного героя, то вас пробафает 1 заряд с героя и со всех остальных крипов также пробафает. И там будет большое количество регена и ХП очень сильно будут так вот подниматься вверх. Многие ребята на стримах спрашивают, почему Некролайт такой плотный и почему такой реген. Ведь они просто не знают, как работает эта способность. Она работает очень простенько. Добили кого-то, получайте ХП и ману реген. Все очень просто. Давайте разберем по табличке, ребятки. Табличка у нас простенькая. Регенерация здоровья-убийства. 1, 2, 3 и 6 ХП. Причем контраст такой. 3 и 6, да? То есть, получается, в 2 раза сразу скачет. Следующий момент. Регенерация маны за убийство. 2, 4, 6 и 12. Тоже самая история. 6 и 12 сразу в разочек с 3 на 4 левел скачет. Это прикольно. Длительность восстановления 6 секунд. Об этом я уже говорил. Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. В принципе, по табличке все понятно. Табличка уезжает. Теперь поговорим чуть лучше. Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. Что это значит? Это значит, что если я в БКБ на некре нахожусь. Или кто-то рядом в БКБ из оппонентов. И я его добиваю. То Хердстоппер... Ой, Хердстоппер. Садис сразу нас пробафает. И все будет отлично, ребятки. Мы будем регениться. Следующий момент. Не может использоваться у иллюзий. Далее. Как будет работать Сильверейдж против моей второй пассивки? Отключает Сильверейдж. Но отключает преобразование новых, так сказать, вот этих регенов. А старые, если уже до Сильверейджа вы кого-то убили, то вы регенитесь. Эту тему никак не скинуть. А новые не даст преобразовать от Садиста. Так что вот так вот это и работает. Ну и нельзя развеять вообще в целом эту ауру. И в целом развеять как-то вот эти маны, хеперигены. Следующий момент, который нам нужно обусловить. Который я уже и говорил, что я буду сейчас, как говорится, упоминать. Это сколько можно восстановить здоровье и маны за убийство Крипа и за убийство героя. Поехали. Смотрите. Каждый заряд может восстановить до 6, 12, 18 и 36 единиц за Крипа. Это здоровье. И 12, 24, 36 и 72 единицы маны. То есть за одного Крипа 72 единицы маны и 36 единиц здоровья на четвертом уровне. А за героя у нас будет такая тема. Смотрите. Убийство героя добавляет 10х. Надеюсь, вы это помните. И смотрите. Восстановление в общем 60, 120, 180 и 360 хп. То есть когда вы добьете одного героя, 360 хп с четвертым уровнем садиста вы получите. И внимание. Маны сколько вы получите? 120, 240, 360 и 720 единиц. Жесть. Прикиньте, вы добили героя, у вас маны становится на такое большое количество жесть регенерации, что прям вообще ужас. То есть вы можете постоянно деспульсами спамить. То есть сеять вот эту какую-то вот, сеять разложение, вот эту смерть на Некролайте в драках. Это реально очень жестко. Вот такая вот, друзья, у нас еще одна пассивочка. Надеюсь, я досконально вам объяснил. И в принципе, тут все понятно. Поехали на следующую способность. Сейчас у нас самая крайняя и самая лютая способность. Это, конечно же, Рипер. Итак, ребятки. Что ж, теперь самая интересная способность, которая у нас есть. Это Рипер. Хейтерская способность, я вам честно скажу. Очень сильная таргетная способность, которая позволяет отправить оппонента в таверну, стопроцентно получить фражочек, увеличить его время респауна и нанести очень много урона. Ребята, реально очень сильная способность. Давайте разберем, что же она у нас делает. Хотки у нас Р, прокачали данную способность. И тут есть множество нюансов. И я постараюсь ничего не упустить. Четыре момента тут есть такие, очень важные. Сейчас мы их будем перечислять. Но, для начала давайте закинем в Хускарчика и посмотрим, что у нас будет происходить. Хотки у нас Р, прокачали дальность применения 600 единиц. Подбегаем и даем. Накидываем. Вот такой вот идет эффект. Вот здесь визуальный эффект тоже есть. Такая красная пелена какая-то появляется. При этом, обратите внимание, Хускар улетает в стан на полторы секунды. И потом ему наносится урон. Но урона почему-то очень мало. И это, в принципе, неинтересно. Да, как-то слабенько дамажит. Сейчас мы эти все нюансы разберем. Первое, что у нас тут есть, это стан. Стан накидывается на полторы секунды на оппонента. Этот стан легко развеять. Очень легко. То есть там пресс-атаки всякие, дополнительные какие-то развеяния легкие. Стан очень легко снимается. Он не сильный, этот стан. Следующий момент, который у нас тут есть, это Если у оппонента отсутствует здоровье от максимального запаса в определенном количестве, то наносится урон в зависимости от этого, так сказать, процента, недостающего здоровья. Это все у нас тут учитывается по уровням прокачки. 0.4, 0.6 и 0.9 за недостающее здоровье. То есть если у вас недостает, образно, 100 хп и у вас коэффициент 0.9, то это примерно 90 хп. То есть вы должны это понимать. То есть 0.4, 0.6 и 0.9 это 40%, 60% и 90%. То есть 90% от неиздостающего здоровья вы будете преобразовать в дэмэдж с рипера. Это второй момент. Третий момент, который у нас тут есть. Это, конечно же, 100% фраг. 100% фраг, о чем речь? Когда персонаж находится в рипере, если его кто-то добивает, неважно, вы добиваете, или добивает ваш союзник, или крипы добивают, если количество, так сказать, дэмэджа хватает на то, чтобы персонаж умер, вот, то есть вот так вот, да, вот, добиваете, раз и с рипера он убивает, то вы 100% получаете фраг. То есть вот сюда в копилочку у вас прыгает 100% фраг. Следующий момент, это, конечно же, самый из приятных моментов, это респаун. На 30 секунд дольше оппонент будет рисаться. Это нереально крутое преимущество. И для того, чтобы захейтить кого-то, и чтобы у него загорелся пукан, достаточно взять некролайт и накидывать рипер в него. И все. На 30 секунд дольше будет рисаться оппонент. Чтобы вы понимали, на ранней стадии, образно, седьмая минута, у вас шестой уровень, вы отправляете мидера оппонента на респаун с помощью рипера. И он рисуется около 50-60 секунд. Что вы за минуту можете сделать? Пофармить мидок, снести тавр, пофармить лес, или просто хорошо погангать. Да, это именно классная тема. То есть запомнили, да, 4 таких приколюхи с рипера. Стан, потом море демеджа, 100% фраг и длинный респаун. Вот что нам нужно знать о рипере. Это реально очень-очень серьезная способность. Ну что ж, в принципе, по 4 фишкам, которые основны, можно, так сказать, поставить галочку и продолжить следующий разбор. А именно, что мы сейчас будем разбирать? Мы будем разбирать сейчас табличку. Если основные азы мы поняли, то теперь нужно углубиться. Поехали. Смотрите, открывается у нас, ребятки, табличка. И смотрите, что у нас тут есть. Дальность применения 600 единиц. Урон за единицу здоровья. 0,4, 0,6 и 0,9. Агонимный урон пока не смотрите. Это чуть-чуть позже. 0,4, 0,6 и 0,9. Урон за единицу здоровья. И мне проще, так сказать, рассказывать и показывать о рипере, когда урон за единицу здоровья, я говорю, не 0,4, а именно 40%, 60% и 90% от недостающих. Надеюсь, эта тема понимается. То есть урон за единицу здоровья. Ну вот единица здоровья, это получается 1 хп, да? И 0,4 от этого 1 хп вы будете наносить. То есть получается 0,4 от 1 хп. Но это же тяжелее, да? Чем образно от 100 хп, 40 хп на первом уровне вы будете преобразовывать в дэмэдж от рипера. То есть так более понятно. Следующий момент. Увеличение времени возрождения. 30 секунд. Это мы разобрали. Далее. Длительность оглушения 1,5 секунды. Очень легенький стан, который просто взгревает оппонента, подготавливаясь к тому, что он отлетает в таверму. Следующий момент. Монокосты. 175, 340, 500. Это без агонима. Агонимная чуть-чуть позже. Перезарядка. 100, 85 и 70 секунд калдауна от рипера. Да? То есть от рипера. Рипер калдаунница в 70 секунд. Небольшой калдаун, в принципе, минута. Ну, это достаточно, чтобы, как говорится, захечивать очень качественно. Ну и, в принципе, все. По табличке тут и так все понятно. Агонимную мы разберем тему немножечко позже. Следующее, что нам нужно понимать. Это то, что рипер это таргет. И сейчас мы разберем некоторые фишки. Минус итем линкен. Минус итем 219. 219. Закинем рипер в линку. Посмотрим, что произойдет. Линка у нас сработает. И рипер не сработает на оппонента. А это значит, что прямая контра рипера, чтобы на вас не накидывали его, это линкен сфера. Следующий момент, который у нас тут есть. Минус итем. По-моему, 230, если не ошибаюсь. Да, это бкб. Нажимаем бкб, скидываем линку, чтобы в линку не закинуть. И стан работает через бкб. Но демидж через бкб не работает. Вот такая вот тема. Нельзя развеять. Написано по поводу рипера. Да, именно рипер развеять нельзя. Но можно развеять стан. И далее у нас идет по механике игры. Такой момент. Если стан вы спокойно развеяли, и через полторы секунды произойдет все равно считывание недостающего здоровья, и демидж нанесется. То есть сам рипер вы никак не развеете. Стан от рипера развеять можно. Да, это так и будет работать. Теперь, ребятки, давайте я вам немного, так сказать, подскажу еще по риперу, как правильно сосчитать количество нанесенного урона с рипера. Давайте будем брать процентовку третьего уровня. 0,9. То есть это получается 90% от недостающего здоровья. Образно. У вас в оппонентах такое... Ну, Хускар... Хускар это, конечно, плохо, когда против Некра. Потому что у Некра ультимейт это магический урон. Это не чистое у Хускара есть магическое сопротивление. То есть будет тяжело посадить его на рипер. И если вы ошибетесь, то Хускар, конечно же, спокойно вас убьет. Давайте разберем такую тему. 0,9% на рипере. Как правильно будет сосчитать? Самое главное, это понимать, что есть еще магические резисты. Их нужно тоже учитывать. Обратите внимание, как это будет работать. Процентовка 0,9. То есть 90% от недостающего здоровья. То есть у Хускара сейчас недостает примерно половины здоровья. Это у нас 800 единиц. 800 единиц это 100%. А 0,9%, то есть 90% от 800 хп это будет где-то примерно ну 750. 750 это грязный урон рипера. Почему грязный? Потому что мы не учитываем резисты. Если мы еще учтем резисты в 25%, а то и выше. То есть 25 это стандарт. Допустим у мипа 30%, 15% у визажа. И 30% у мипа, а у всех остальных по 25% в доте. И вот, если мы учтем еще этот момент, то конечно же получится чистый урон. Ну то есть не грязный, а чистый. Получается грязный урон это без учета магических сопротивлений. А с магическими сопротивлениями то есть уже совсем другой урон. То есть и получается у нас 750 хп недостающих уже посчитанных под рипера. а мы минусуем 25%. Вот и получается демэж с рипера. Вот так вот и будет правильно посчитать. То есть сейчас вот образно у нас уже у Хускара очень-очень много как говорится недостают хп и я просто его ваншотну. Если подойду и с рипера хотя бы даже с этой процентовкой 0.4 я его убиваю. Да, ну почти почти убиваю. Да, то есть все равно как бы магический резист свой дает и ультимейт как никак на 40% от недостающего здоровья считывает. Так что ну вот такая вот приколюха, ребят. Касаемо рипера я думаю все понятно, ребятки. Самый основной момент если вы не понимаете как работает ультимейт он наносит урон самое главное наносит урон в зависимости от недостающего здоровья по процентовкам от уровня прокачки. Все. Это понятно. У нас тут есть аганим. Давайте сейчас посмотрим аганим и что он у нас будет делать также разберем. Итак, ребята мы сейчас подберем аганим и обратите внимание на этот прекрасный эффект у Некролайта здесь загорается какая-то штучка прикольная в посохе и этот эффект позволяет как говорится понимать что Некролайт сейчас заряжен и с рипера он будет просто уничтожать. Что у нас улучшается? Во-первых на что нам стоит обратить внимание это опять сейчас выйдет табличка и обратите внимание урон за единицу недостающего здоровья. он у нас очень сильно возрос он стал у нас 0.6 0.9 и 1.2 на ласт уровне то есть получается 60% 90% и 120% 120% от недостающего здоровья будет считываться рипером и это реально очень много то есть получается резисты почти перебивает резист почти перебивает резист то есть если образно не хватает у оппонента там да половины здоровья то в теории если там стандартный резист его почти должно убить то есть здоровье должно быть где-то вот так вот на серединочке и его спокойно можно будет убить это реально очень годная тема касаемо монокостов монокосты у нас тоже немножко поменяются если они у нас были вот как по табличке вы видите 175 340 500 без аганима то с аганимом у нас он станет немного другой 150 150 на первом уровне 340 на втором и 500 на третьем то есть первый уровень у нас немного меняется а касаемо перезарядок тут тоже все простенько то есть если на первом на втором и на третьем уровне без аганима у нас разные колдауны то с аганимом у нас всегда будет 70 то есть раз в 70 секунд с аганимом вы сможете задушивать и самая самая лютая и жесткая фишка которая у нас есть с аганимом у некролайта это то что блочится байбэк да вот эта штучечка у нас будет блочиться в случае если вы умерли от рипера то вот тут вы не сможете нажать и байбэкнуться хватает у вас золота не хватает вы не сможете нажать этот байбэк у вас вот тут вот такой вот будет варн вылетать что вы находитесь под рипер с кайтом и вы не можете байбэкнуться и к сожалению вы можете так проиграть игру мало того что респаун у вас будет долгий так вы еще не сможете байбэкнуться в этом основная фишка именно основная фишка аганима это невозможность байбэкнуться данной плюс считывание процентовки намного больше недостающего здоровья это реально очень круто ребятки в принципе все я думаю все тут более нечего рассказывать я надеюсь вам понятно как работает способность у некролайта в принципе ничего сложненького и стоит лишь сказать что сегодня для вас приготовил хорошие интересные карточки спасибо что поддержите смотрите катки до конца не скипайте теории чтобы знать немного больше ребятки в принципе все если есть какие то вопросы задавайте я отвечу в комментариях по поводу этого персонажа но если есть какие-то пожелания пожалуйста пишите я все читаю все проверяю ну и в принципе ребятки все спасибо всем кто поддерживает давайте пойдем посмотрим сочную практику и конечно же накидаем риперов настолько люто чтобы оппоненты просто горели поехали так друзья загрузилась у нас первая игра ой-ой-ой на первой катке в целом мы должны на некролайте задушить один очень интересный билд он конечно же будет состоять из окторина и это будет очень-очень годно ребятки что ж давайте разберем контр пики один из самых неприятных контр пиков лично я считаю для некролайта это конечно же на рубиан асасин у нее есть карапасы специально чтобы помешать вам захилиться есть моноберн очень сильный который будет реально сносить поэтому друзья баним на рубиан асасина берем даже можно взять на фп я принципе не боюсь любого силача мы я думаю изи заразнесем просто уничтожим и в этой катке пойдем конечно же центральную линию некром можно пойти на центр о как хорошо что тут есть у нас пуджик уже пуджика можем перекрывать но есть одно большое но но у пуджа есть резист и соответственно чтобы его убивать когда у него будет пол хп нет смысла ультовать нужно чтобы было намного меньше чем пол хп и тогда будем уничтожать тут будем играть скорее всего через радиенс очень хочу первую катку через радиенс сыграть очень очень хочу это получается у нас будет даггер тревел радиенс и получается аганим акторин рефрешер вот такой билд я хочу в этой катке и надеюсь это все получится по контр пиком в принципе некролайт он сам по себе герой такой если его первым сливают и причем на их очень сильно будет сливать целом он очень ватный армора у него нету нету и довольно таки неприятно да будет против каких-то сильных дамагеров которые резко сливают но в целом пойдет пугна очень сильно будет дезвардом задушивать так что ребятки такая тема принципе по контр пику я думаю понятно дамаги очень много урса очень сильно закон три да то есть если много дамаги сразу не красливают он очень слабенький к получению такому фасового урона сама фишка не карлайт это тогда когда он живет он долго живет чем дольше живешь тем лучше так но надеюсь по билду у нас тут получится смотрите взяли три силача и фантома еще ну может быть интересно что-то будет но надеюсь надеюсь будет интересно ребятки так все у нас записи идет все хорошо отлично спасибо ребятки всем кто смотрит гайды поэтому не забывайте подписываться на канал чтобы не пропускать видосы по чуть растем по чуть двигаемся берем нулик берем хилочку погнали в центральную виндранка бутчер аксе герс шейкер и фантом лансер понтон понтон лансер понтон лансер посмотрим по раскачкам будем раскачиваться на фарм конечно же для того чтобы поднять пастово радиенс да и в целом я считаю что этот эта раскачка которую я использую она намного импактнее нежели чем другие какие-то раскачки эта раскачка будет состоять из первого и третьего спела и сердстопера на раз чтобы сбивать хотя бы регены как-то и смысл такой поставим плюсик парень запулил смысл такой что в любом случае херстопер лучше на разочек добрать чтобы очень хорошо харасти оппонента на центральный если там будет пуша скорее всего лучше будет главное не попадаться на ранние хуки а дальше нам путь уже в принципе не страшен только с шестым левелом он сможет что-то нас как-то под дизейли ну что ж ребятки погнали погнали первая катка у нас готовится на руне я обычно беру ну типа 2 спал я всегда беру не знаю даже хилл 70 хила хотя дэмэж со . дэмэжа спокойно здесь пульса вы сможете на дамажит на ранней стадии смотрите уже сами как вам легче лично я стараюсь дать так у нас тут 2 пока да на из прекрасном интересная катка будет 2 пока это круто всегда беру стараюсь брать пассивку не знаю почему лично мне по кайфу взять пассивку и с пассивкой побегать сразу начиная с центральной линии сразу начинает дальше душить оппонента и сушать его на центре и это очень годно то есть как бы на руне да так вард поставил хорошо берем вот такую штуку и подождем еще обсерв пудж такой хитренький да хорошо и пуджа сразу можно там немножко похарасить уже то есть смотрите у него уже там 150 хп не хватает главное еще ласт хитить не забывать ребятки это тоже основной из моментов такой которые вам нужно придерживаться не добил этом крипе это плохо так вот эту сюда тему хорошо сначала крипе добиваем а там все остальное что на экстом дэс пульс конечно же берем без пульс сейчас я сделал неправильно что стоял бил этот вард это не столь важный момент был бить этот вард было абсолютно нецелесообразным на самом деле потому что типа этот вард никуда не убежит а крипы крипы это крипы крипов надо память что-то пуш хитрый хитрый но надо 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 душить его кстати он прогуливает сейчас всю контору сейчас у нас уже будет без пульс троечку третьего левела вернее становится у меня героя дэс пульс становится вторым левелом это очень хорошо так ну что сейчас лайн пойдет на пуджа уже можно было бы сейчас так знаете вместе с пуджом прохарасить очень годно так это есть это есть хорошо вот так вот сделаем первое что покупаем это сапог против пуджа главное на хук сейчас не подставится у нас 500 хп всего это очень очень мало когда пуш пытается так вы знаете обходить постарайтесь всегда его тычковать для того чтобы он понимал что в случае чего типа вы все равно подхилитесь и еще душа нёте качаем пассивку на четвертом левеле это маст хэп объясняю почему потому что пассивный реген это всегда хорошо обратите внимание что становится с пуджом у пуджа нету хп просто я его тычку и все ребят просто тычку пуджа по чуть и гг он просто проседает посреди на его хп и это он постоянно на тангусах ребят хоста неплохо можно кстати забрать у него варда нету здесь варда нету можно сейчас забежать и так нагло поработать нагло поработать оп хорош главная хук сейчас не поймать вот так вот да эхо суицид ну хорош хорош хотя бы так главное хук не поймать кстати хук поймал бы было бы очень плохо скорее всего бы отъезжал им скорее всего отъезжал бы но пойдет пойдет пока что хейтим пацана главное ласт хитить первое что я беру обычно это файзы на него почему файзы а мобильность самая главная тема пт не дает такой мобильности она даст жир мобильность это всегда хорошо ребята если вы очень быстрый и мобильный то это вам дает некое преимущество тем более на центральной линии еще и против пуджей еще и против пуджей это очень хорошо будет хорош ну и кстати довольно хорошая задумка была пуджа попытаться убить за счет этой темы ладно пока фарминг пока фарминг никого на лайнах внизу нету да а увидел этом кто-то кто-то двинулся вот здесь еще дополнительный какой-то герой стоит не знаю довольно таки страшновато так стоять когда не знаешь кто там чё там ага вон она чё там акс фармюет делает фармюет акс все дальше не пойдем но я здесь не могу тебе друг помочь я тут рядом с пуджом стою как бы радости бы помог брат через пуджа бежать волосы назад не очень хочется и очень хочется не знаю почему то ничего не могу добить абсолютно все это 4 4 крипа все плюс кату я просто пропустил просто тут пропустил так четвертая минута должны были быть фазы но тут погрешность именно моего ласт хита с таким видом но вот опять сейчас да типа у джанчик дорогой давай 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 все такое дело кстати мог сейчас убить если подзабайтил этого тоже можем кстати этого тоже можем почуть но тут поезды нужны куру кто-то реюзнул нормально получилось подзабайтил четко прокачал и поехал риге нас кстати с первого уровня вообще как такового и не имеется уж молодец постарался что-то сделать так пришел с смена как говорится ролей произошла давайте вот так вот сделаем нужно ли будет тут делать бм я не знаю обычно на седьмом левеле беру пассивку ребят правильно это или нет смотрите сами чтобы не носить себе силы чтобы аккуратненько стоит лас хитить вы берете просто и вкачиваете пассивку 3 3 левел ой 3 лавна поняли 3 3 пассивка 3 2 то есть получается 3 2 пассив и обычно беру клаку еще до кучи и вот так вот уплотняюсь так тут нужно аккуратно куру провести хорошо все отлично и дождаться главное чтобы пучни пучни зобычился его пытался меня убить сейчас аккуратно ласт хитим парнях так кур кто-то мой реюзнул на базу вообще в целом просто на базу отправил можно сейчас вот так вот подхилить куджа то есть понаглее понаглее чуть-чуть об золотар пришел сейчас будет очень весело погнали нужно было вообще но кто-то куру реюзнул можно было здесь прочекать и руну заодно есть она или не чтобы сейчас не тратить время но кто-то отправил на базу и такое так next что мы должны закупить это стики конечно же парня стики волнар пришел в отличный ганг тут просто кидаем рипера и можно дальше его не трогать еще раз пассивку берем и все и можно вообще не беспокоиться о регенах просто ласт хитим иногда деспульсом подспавливаем то что у вас там деспульс не докачен это в принципе не проблема главное сейчас хорошо подфармливать и обязательно держать телепорт я даже второй телепорт сейчас взял и погнали можно будет сейчас почуть начинать линию толкать толкаем линию возможно ныряем в лес отходим туда отходим сюда и следующий артефакт который нам нужно взять зависит опять таки тоже от нашего фарма это даггер если у нас сейчас фарм пойдет хорошо берем даггер это будет отлично так есть вот так вот уплотнились такой примерно у нас за так седьмой минуте тайминги кстати очень хорошие зря мне кажется отошел с лайна я думаю мы быстро толкнем главное чтоб тут не големы были дополнительный подфарм просто деспульсами и все проспамили взяли 3 крипа тут прогуляли мы 1 крипа все равно в плюсах я все равно несмотря на то что я там прогулялся чуть-чуть все равно в плюсах и тут этого крипа щас добивать будем или нет что виндранка газануло это значит без пульса две тычки чуть понаглее можно даже ребятки понаглее понаглее оп еще под спамим еще сейчас толкаем лайн и опять уходим в лес возможно даже что-то получится у нас как-то хорош погнали в лес как-то даже получится подстакать но подстакать не получается лун ой луну не буду я идти на руну там пытаться как-то что-то делать акс даггер уже прикупил это хорошо но тут ббм очень хорошо нарисовался бы если акс так доминирует бм очень хорошо нарисовался бы а некролайту надо покликать что некролайт какой-то лох классика жена ли никогда не обращайте внимание на такие вот клики ребята не видят игры я мог дать телепорт но без маны как таково или порт был бы не актуален хорошо без пульки отлично я бросил лес вы бросили сблок бросил line фармлю крипа в лесу это неплохо line тем более там отпуливается отпуливается line делаем вот так возвращаемся на центральную получили 400 золото так у нас силой на я так понимаю слитый кроме мида до кроме мида все лайны слиты пуш 7 лавел кстати я для него сейчас free фражок на самом деле тут уже мне нужен даггер 44 крипа плюс лес у нас имеется часто две пачки крипов забираем уходим опять в лес очень хорошо когда вы играете за синтов это намного легче делать намного легче подфармили вернули в лес лес намного ближе уж стоит хочет вы выцелить кого-то интересно кого же он хочет убить все возвращаемся в лес опять line запулили отошли запулили отошли даггер возьмем и начнем как-то немножко по агрессивнее работать можно бы сейчас даже подстакать можно подстакать даже будет сейчас дополнительно хорошо вот сюда вот так вот делаем отлично возвращаемся на центральную потому что дело такое ребята подфиживают пояс себе я пока фармлю в любом случае сейчас пытаться как-то помочь своим не вижу смысла не должны сами скованно сейчас играть пока я не возьму даггер хотя бы даггер возьму пойдем но тут такой заряженный некор будет 200 отлично акс там еще идет перемещаемся смотрим по карте идем на топе даггер покупать даггер на топе идем покупать все будет огонь так ребята саллас ларк хорошо меня видят пару не да видят видят меня главное чтобы тут сейчас хук не был никакой такой печальненький мансанем вот так вот не буду пока рипера из-за сейчас юзану пойдет забрали забрали жалко что не на рипера хорошо там путь подошел до я ушел даже кстати по карте не видел еще еще кликой еще по кликой так хорошо отходим о из ларка еще туда же молодцы ребята кстати оппонент очень бодро играет поэтому будет надеюсь интересная игра со есть дайвер выфармливаем экстрадиенс но лучше сделать конечно глимер еще до кучи а дальше тушить дальше тушить тп на мид зафармили лес тп на мид делаем хорошо как можно было сейчас до после такого ганга там не знаю умирать типа но с одной стороны да можно тут сказать ой там не кролает что-то там кинул не кинул я пошел за даггером сразу у меня есть определенная задача выфармить взять даггер я ее придерживаюсь а то что они там фидят по кд как бы но это уж извините пацаны выбор каждого фидить или нет тпшки на низ у меня не имеется вот так покликаем что ребята там по кд дерутся кстати там хорошая драка была очень даже хорошая я думаю сейчас нужно все равно сделать глимер все-таки считаю нужным купить глимер глимер все-таки зайдет атак подстакиваем и погнали до сих пор кд и могу ребятки пахнуться погнали есть тут вот тут еще заберем час и на line выйдем хотя скорее всего сразу на line выйдем да на line сразу выйдем а лайн сразу выйдем так делаем так почти 12 эти глимер хорошо все очень много фарма получается от моего некролайта но я как говорится тупо фарм углубился тпшки все на фарм все на фарм все тп держим если что на под сейв моих браконьерских товарищей как говорится акс худ собрал даже смотрите просто понимаешь что там некролайт надо сделать какой-то худ а я понимаю что я уже пропался довольно таки очень хорошо хорош я внизу скорее всего будет драком погнали поможи делать там четыре героя права ультимейт почему не жмет сейчас бы тролл мог нажать ультимейт не могу репер дать почему-то парни странная тема странно почему не смог мне репер нажать и довольно таки интересно ладно дальше не пойду смыслом на акса почему-то не дался репер очень странно ля 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 это кстати опасность может быть хуб какой так отходимся отходим пока что все ровно я просто не смог на акса на микрите него походу аура этого аура этого везения вот эта валюта какого-то лютого везения а уровня фантом где-то фармил насколько я фантом где-то фармил так сделала братулец так ну тут опять готовится гей парада ребят подхиливаем этого дамажим мана нужно сразу юзаемся кнопки хорош глобалка четкая акса кстати забираем ой какая фиссура прикинь да фиссура вообще жесть попробуем подхилить сларка и сурка отличная была хорош я помогу сларку помогли но единственно там саленсор погиб да но я совсем просил глимир хорошую вещь создал на экстрадент сделаем поры закрываем здесь проход маны на d с пульса нету она на д с пульса нету но я думаю снег с дайгером убиваю бежим-бежим-бежим херстоппер достает в любом случае две тычки забирай 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 хорош вам на метод не умереть но это такой все салы есть брат ой отлично как можно разороть побить кстати я от блинку из лучше пойдет отлично все начали командно давить очень хорошо все пошло надо уходить только мне нужно восстановиться в лес чуть-чуть нужно нырнуть на экстрадиенс просто смело радиенс можно брать тут такая катка будет радиенсом дадут пользоваться вместе все на юзали там прекрасный файт получился а кстати у меня уже использовал когда за мана я не уследил уже когда этого пуджа вернули там уже дескульс про лульта не брат чтобы акс и забрал вот на этот раз тебе не повезло другалек на этот раз ты умираешь ой пф пишет слабо характерный игрок на аксе переиграна вот такие игроки это жесть прям сразу прям фифешечка знаете о ну давай посмотрим пробьешь ли ты меня другалек так ты шо еще фицура но не дают не дают мне враг не дают все 2 фф блин но не кролай там как видите катка такая получается да вроде там ребята че-то какой-то оппозиции делать но походу тут сдадутся все еще пару драк и типа тут фф скорее всего будет пару драк и фф скорее всего будет ну да ладно посмотрим сейчас как ребята еще спозиционируемся спозиционируется нужно next нам сделать радиенс просто деспульсим и все ребят на надеюсь такие зарубы вам нравятся то есть ну по кайфу так знаете побегать поактивничать пацаны там тоже кнопки кстати жмут особенно кто там клацает на меня вот этот лов лов ксд на меня любит очень сильно клацать но там мама трогатель потому что у него муд таких челов я максимально презираю и не уважаю могу так выразиться если этот сайлансер будет потом откуда-то смотреть то я сразу говорю что я его не уважаю за то что он трогает мамок у него муд на лице это значит что он мама трогатель хорошо так фарми вид тэшку я зашел как говорится за тавром а нет показалось за таврами не зашел так внизу драка началась ногу т.п. сделаем ребятки мы принципе близко до герочек и за нем там четыре героя на акса сразу рипера кинем он ливнет я думаю потому что у него там характер просевший морали у него уже нету он уже потенциальный грибчик сари 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 варда стоит ух как я так смотрите ходу арт стоит да еще до кучи ну тэшку тэшку заберу тэшку заберу но я не знаю прыгать помогать тут баланару не вижу смысла вот так вот сделать я могу сразу с рипера задушить так вот делать хорош вот так мы можем без пульсом отлично ну закусали ногами как говорится ногами это почти радиенс ребятки ногами закусать главное стабильно кого-нибудь сажать на рипер тогда у вас будет успех ребятки это фражочек дополнительный дополнительный подхил самое кайфовое что сейчас обратите внимание вот эта драка произошла как я беру ставлю рипер и потенциально буду же уже иметь регенерацию в драке чтобы там не нажали плюс у меня есть получается дополнительные hp в любом случае то есть при любом формате у меня уже доп хп будут там уже доп хп у меня там есть вот такой вот смысл так радик можно сразу рейси пей 300 золото с леса подниму на топе . пострадала тут пока идем можно даже не разворачиваться продать пульс эти бежим дальше вот так вот делаем все то есть тут даже можно не останавливаться просто бежите все и пока у нас как говорится нога бежит на топ мы спокойненько дофармливаем это 300 золота и все у нас уже есть радиенс изи next конечно агоним агоним чтобы больше хейт получился можно сфидить тактически чтобы ребята подзадушили но и в принципе как то так хорошо забираем еще крипов сейчас радиенсом вообще 19 минут принципе у меня очень крепкий затар сейчас на этой катке вся вторая секунда сразу стакаем здесь крипов отводим дэс пульси хорошо сейчас еще крипа резаться еще забираем жалко деревицы заросли но так надо хорош все и начинается фарм машина лютая вы просто дэс пульсами по кд отлично можно выйти лай но я хочу чтобы кто-то на тп пришел дэфидс а ну акс там я понял ребята уже сами какой-то отпор дают да хорошо топ ломаем подосовы топ соло работаем ух ребята там дерутся надо телепорт парнем давайте это сделаем так давайте сюда пуджа транквилла да только у акса там бм чекает плохо с помощью бм он мне очень много сможет на лице раздама гадать вард стоит кстати вар стоит ахевич ты поделает ладно отойдем я тут уже не нужен зря телепорт юзну максимально лишний телепорт на 2 на топе стоять фантом почти диффузиал так оранжевый это у нас вендра хорошо но вендру я не сливаю и сливаю так вот парень делает если ты просто решил постоять и нафидить как бы но тут я понимаю тут час аль куку скорее всего будет от вендры потому что такое ну такое себе хорош вендранка даже не чем нажимала и фиг с ним да она так подумала че тут нажимать а смысл я все равно умираю да осуждая вот надо до конца играть когда есть потенциал а у них потенциал имеется я их соло не потяну них фантом фантом это серьезно так давайте вот сюда сразу выходим смотрим по времени 44 секунда то значит что мы можем здесь подстакать поэтому давайте пробовать подстакиваем деспульсим вот этого сразу кентавра надо опустошить все и на айс и два кэмпа еще за фармом даже быстрее справился чем я думал хорош оп хорош все и ждем ребята подходят без пульсе и выфармливаем левел как на дрожжах пацаны 18 минута левел лютый просто вот так делаю давай давай хорош союзника под спад как говорится под сейвили оппонента задушили так но там уже три фф есть жесть а казалось бы да как начали они там некролайт там фармят где-то что-то как-то там этот парень на сайленсере нервничает кликает по карте не знаю такие себе игроки это называется игроки на горячую голову потому что у него жопа горит он прошлый проиграл он сидит на иголках такой ну да я сейчас выиграть выигры и всем кликать надо вот ты не то делаешь ты не то делаешь ты не так делаешь и вот это начинается пар играйте на холодную голову старайтесь на холодную играть это по кайфу я иногда тоже на стримах бывает подгораю из-за того что целом как бы когда стримишь но по кайфу да знаете то есть атмосфера сама когда в чате все хорошо но не дай бог что-то в чате начинается какая-то лажа то уже ты потенциально ну держишь себе какой-то узнать негодование потому что очень многие пишут но не хорошие вещи я а я как бы чат всегда читаю и в любом случае ты фильтруешь через себя все вот эту пакость которую челы высирают ну конечно иногда бывает порохло что-то пишешь что они там лучше и там подобное из дивана как говорится виднее да но по факту то ребятки слот опять ему хейн можно я не хен я не хен напишем потому что ребята зашли это обычная тбшка ребятки не обуза них цельки никакие просто обычная тбшка ребята думаю что я тут какую-то силу ими его хрен вот он правильно чем хрен хорош так ну что next там можно акторин сделать и рефрешер по билду по билду как говорится хост почему они сдулись на 15 минуте сдулись равно слабые на 15 минуте сдулись это точно у них еще лейт-гейм впереди они сдуют сдуваются вон у меня как фарм идет 20 левел 20 левел на 24 чё там по левелу кто ближайший 14 чисто фарма микролайта машин чисто токсики вот это вот одобряю одобряю чела на фантоме вообще красавчик на самом деле годно мысли в плане того что челы токсики максимальные осуждают так нам бы еще что-то на ставочку надо на ставочку на вставочку 410 виндранка говорит что кто-то там помойный на виндранке 410 бегать не знаю парни не знаю но хотя там тролл тролл тоже контрит полконтрит до души и парня души дядь это рипер дядь дядь это рипер оба меняем вязать не надо дугалек с радиенса погиб пару дабылки но это прям как будто знаете уже ближе к вставочке но дальше я наверно не пойду все некор у нас тут пошел на фарме некор на фарме почти на вставочку можно уже чуть понаглее даже под тэшки 2 сходить и не забывайте что нужно тоже подфармливать как говорится сколько некролайта фрагами не кормить рипера а в лес он все равно смотрит раз и побежал лесочек там подстакал тут подстакал радиенс работает как говорится радиенс крутится лавэ хомутится все чаще нужно для полного счастья раз туда прыгнули сюда а чисто фарма машина посмотрите на это сколько денег я достаю страх погнали на топ я ушел так 3 800 да сейчас акторин сделаем тарин это у нас будет получать 6 сплот и дальше продавать будем или мирочек и делать рефрешен вообще рефрешен желательно носить в куре и все уриносить хорош тут тоже за дубочка работает и сюда выходим хорош хорош а виндранка конечно слабенькая а думаешь что сильный а по кто-то фармит и не понял кто-то тут за фармин фантом наверно по лесам ходит так просто дес пульсе мы бежим дальше снега некролай тут просто с радианса запилит с радианса запилит сердстопера прикиньте эти две темы стакать сколько дпс а получается только тупо от того что вы просто находитесь рядом с героями так гуселл бустер купер хорош у джо поймали у джо кубе этом сто процентов есть не блок соу неплохой так почти есть актарин хорошо вот так делаем сразу в троечку как на алхимике такая же стратегия вы фарма только тут намного интереснее получается тут не дается бонус золото но зато фарм у вас намного круче получается за счет того что у вас бесконечная мана бесконечные хит-поинт и просто деспульсите по кд при этом не важно сколько рядом крипов это же круто так у меня есть уже актарин да по лесу пробежался кружочек сейчас еще кружочек сделаем вот такой вот смотрите опять обходной вот 2 400 золота 28 минута 2 400 золота раз еще зафармили опа отлично есть еще зафармили куру кто-то отправляет на базу постоянно что за дела а я понял а марта лана гал пешком сходят ура у меня летит кто-то и рьюзит на этот пап дефолтный пап ребятки что можно подсказать так 23 леву хорошо хорошо так есть у нас актарин да вот так вот у нас все выглядит тропнем чтобы эти цифры не бесили а то бесят эти баг баг с цифрами с этими прям напрягает так ну что ребятки вот такой у нас бил пока получается и нужно еще рефрешер поделать рефрешер сделаем будем души погнали в центр центр let's go можно сейчас зайти дать рипера кому-то под за души пил любого как говорится акс там пошел крип скипать да и хорош вот кто фармит леса акс и крип скипают там его кстати можно задушить хуй дыбай потом на пм это не страшно дыбай пбм и не страшно фантома сейчас почти бы убил просто рипера дать бы да и все ухты а тут в принципе можно будет с руки забрать вот этот не умирает с рипера это плохо вот этот вот так умирает вот этот вот так умирает о но даблкил кстати ну я думал на вставочку иду у меня чел забрал фражочек у руслили а ожидаем ожидаем а что курсы ты как набирал хост это тбшка боже я даже сюда скриншот могу прикрепить что это тбшка тбшка как набирал хост поверил ли как rl 2k rl 2k и поехала как-то набирал хост говорит так есть у меня кнопочка да дядя ну постой давай дружить его просто без пульсом еще за кошмарю боже стой это ужастик какой же стока дэмэджи тгг слави ахе напишем ему а то он пишет мне что-то не нехорошее сломай говорить трон сломая не хочу ломать сломай трон говорит пишет мне пошел нафиг типа угарните с акса давайте блин хотя какой за ним не получится ли так главный глимер такой ситуации кин и диспульс пока даже макок смотрите как дамажу хорош хорош gg но а рефрешер кстати я не успеваю тут купить но в любом случае я думаю еще с рефрешером побалуемся то есть катки все по себе сами по себе катки все разные по любому будут но первая катка как видите слабохарактерная получилось у нас так моя стоп на хорош хорош это езда фарсон красавчик вопросе кидает главное в чат типа показать насколько он крутой молодец молодец хорошему по цене оценил так 2 4000 да но сейчас им золото даст может что-то у них в голове появится что камбэк какой-то могут сделать а пацаны жесть там понафидели ужастик давайте себе куру возьмем в куру у меня в куру у меня так хорошо спасибо забрал да давайте рефрешер сделаем принципе катка еще не закончена глимер продаем золото должна хотеть должна хотеть хватать должна хватать динранка не может убежать видит пока дачил такое знаете парень под пивом зашел поиграть дотку ривер купил ох нормально ребята решили камбэк на парень камбэкнуть уж кстати если в заднюю не давал скорее все забрали бы сейчас и сларко так сларко возможно будет забирать ставится на статика под акса акс тоже на развороте работает с огненной блэдом добивает баланара баланоров летает ошибается а здесь не добивают они troll у с ультимейта сало подходит под дифузию ой есть еще тоттело накрывает ставит свою руна не попадает у нас строн Трал также отлетает от Акса. И это ГГ. Это сейчас будет Камбуск. Камбуск сейчас будет. Камбуск. Сейчас много-много золота у них будет. Очень много. Чекайте. Чекайте. Очень много золота будет. Так, ну рефрешер. Как я и говорил ранее, ребятки, желательно носить в Курьере вообще в целом. Но, как говорится, мы извращенцы. Нам нужно что-то на вставочку, да? То есть там две кнопочки. Если бы не сдулись, да, было бы интересно. Если бы там, пацаны, не просели по морали. Так, 33-я минута, 6 лотов получается, да? Хорошо, гоу. Пока ребята Афа кашат, можно покормить лес. И тончика покормить. Этих пацанов тоже деспульсом. Жесть, деспульс. Каждый, блин, сейчас посмотрим, сколько. Точно, чтобы глянуть. Ну, короче, 3-2 секунды где-то, да? 3 секунды. Каждые 3 секунды деспульс. Это люто. Пойдет. Так, 600 золота собрали. Ну, 3-3 секунды кд у нас получается деспульса. Пойдет пульсом. Эй, дядь. Тормози. Ой, какой. Тут вард стоит. А, нет, не вард. Сори. Рядом со мной же крип, и какой нафиг вард. Единственное сейчас минус, это у меня нет никакого эскейпа в таком билде. Ну, не рекомендую носить рефреши, ребятки, в этом паке. Потому что лучше всего его носить в курьере, если что, подсвапать, зарефрешить и начать атаку. Гоу, 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 гоу. Можно сейчас смело 2 фрага за этого заполучить. Так, вот этого пацана. Этого сюда. Вот это вот сюда, так же на рипер. Хорошо. Реализовано. Акс ливнул. Ой, ахаж этот Акс, парень. Охаж этот Акс. Ну, Акс такой, знаете, не выдержал. Такие на рипере 100 секунд сидеть. Ну, конечно, желания нет, ребят. Ну, такой Никролайд у нас в первой катке, ребятки, получился. По-моему, даже очень легкая игра вышла. Ребята задезморалились. Они уже, уже как только поняли, что Никролайд будет душить, сразу упали на лютую дезмораль и сдались. Уже заранее. Это GG, ребятки. Первая катка, в принципе, засчитана в таком билде, я считаю. Два рипера я подарил ребятам. Каточка не потная, но я думаю, потные катки еще будут. Хотя вначале ребята давали хорошие прогнозы на хорошую победу из оппонентов. ВР, конечно, токсик. Ребятки, ребята, запоминайте вот эти никнеймы. Вот эти РГ-10, Р-10, Гасан какой-то вот этот. В баны закидывайте таких токсиков. Вот он вам... Попадется за вас такая Вендранка, да? То есть он будет бегать, это что-то там усволится там, да? Сразу банлисточек ему. Сразу банлисточек. Банлисточек сразу. А, кстати, можно будет. Нормально. Можно будет нормально. Так, хорошо. Первая катка у нас, в общем, успешна по билду. Тревел можно взять еще до кучи. Тревел до кучи. Типа тащили нас, и мы ему слили. Ну, кстати, они хорошо вначале показывали игру. Ну, у нас, видите, тоже имбовый Сларк. Сларк не дурачок, что-то умеет вроде. Так, что такое. Так, 16 фрагов есть. Сейчас еще кого-то на Рипера посадим. Молодцы, ребята, те, кто ластовый в ФФ не пишет. На самом деле, годно то, что нужно для контента, чтобы катки были подольше. Подольше, поинтереснее. Так, Рипер у меня уже почти есть. Вернее, рефрешер. Рипер-то есть всегда, а рефрешера-то нет. Рефрешера нет. Так, где 18 секунд. Ждем, ждем. И нападаем. Сильверейш там покупает у нас парнишка на Фантоме. Акса там, Акса раздевает. Там Линка появляется, да? Линка появляется. Так, ну надо вместе. Что там, Сало есть? Он, Сало, кстати, без курсы, прикиньте, без первого. Как ты собрался играть доту? Душа не войдом, брат. Печалька. Если бы Баланар дал Войда, было бы намного лучше. Странно, почему он Войда не захотел дать. Ладно. Я подхилю. Настоящий. Душа его есть. Еще Рипера туда. ЕС в меня прыгает. Ух, как сильно-то. Ну, душ пилим. Душ им пилим. Хорошо, это минус. Я буду туда конца драться. Давай, Вендранка. Ой-ой-ой. От Пуджа побаиваюсь-то, е-мое. Там Вендранка себе слоты забрала. Жесть. Ну, такое, получается, чисто у нас не крала, это машина. Потому что... Чисто забегаете в толпу, работаете по толпе. КП, смотри, как у него уходить было. Да че ты хочешь делать? А он типа хочет, чтоб я в него Рипер дал, что ли? Возвращенец. Ну, такое себе. На Вендранке. Все равно фидит. Убейте еще раз. Еще пару раз Вендранку, говорит, убейте. Хорош, одобряю Вендранку. Надо такую Вендранку по КД надо убивать. По КД. Хорошо. Пудж БМчик тоже собрал. Единственное, в БМ не ультуете, ребятки. На Рипера. Это очень много дэмэджа получите. Очень много. Давайте подпушивать уже, ребятки. 38-я минута, в принципе, тут уже и так понятно все. Шансов у оппонентов нету, поэтому давайте добивать. 20-й фражочек сделаем, конечно же. Чтобы было по красоте. 20 фрагов и все, как говорится, хорошо. 20 фрагов и гуд. 20 фрагов, чтобы 21-13, чтобы было. Ну, нормально. По красоте, как говорится. Эштат Пудж. Честь. Так, ребята не хотят, да, поможи делать, если что? Не очень хотелось бы тут сфидить. Под деревом, которое ломается. Не очень хотелось бы сфидить. Ребята идут, да? Давайте подождем уже команду все. 6 тысяч золота. Еще можно было что тут купить, ребятки. Вообще, вот это желательно ложится в курьера. Я повторяю еще раз. В курьера. Так, ну не дефят они, да? И сюда что-то докупается. Типа, возможно, Тараска еще какая-то до кучи. Почему нет? Тараска до кучи какая-то, возможно. Будет огонь. С Тараской, возможно, будет поинтересно. GG. GG, ребят. 20-й фражочек так мы и не оформили. Хотя, еще не вечер. Оформили. Хорош. Ребятки, первая катка у нас получилась такая. Некролайт с рефрешем, с акторином. Но, в принципе, в принципе, этот Некролайт рабочий через радиенс. Можно по-разному тут поменять. То есть, для меня главное показать сами билды. То есть, разные билды. Именно первая катка у нас получается. С таким билдом. Некстовую катку мы пойдем, скорее всего, в прокастера. А именно этот Некролайт, который будет прокастер, это соло-таргетный Некролайт. Некролайт. Этот Некр, я считаю, будет немного посильнее. Потому что вы сможете стабильно просто вносить нереальное количество дэмэджа, но именно магического. Если тут вы рассчитываете на какую-то живучесть свою, да, за счет Акторина, там, плюс еще Аганим чуть поплотнее сделать. То сейчас Некстовая у нас будет прокастерская. Погнали смотреть ее. Что ж, братцы, у нас загрузилась Некстовая каточка. Забиваем опять центральную линию и погнали. Опять зашел какой-то подписчик. Больше видео обучающих полный канал. А85, полный канал посвящен 85-й карте. Весь канал 85-й карте посвящен у меня. Так, это есть, хорошо. Хорошо. Так, ребятки, Некролайт у нас с Некстом. Опять погнали. Тут будем играть. Играть будем прокастерски. Все, играем. Давайте, чтобы не отвлекаться. Ребятки, в общем, в этой катке у нас будет прокаст. Гейминг. Дело стоит. Но надо двигать. Хорошо, погнали. Так, берут у нас там Леорика. Это хорошо, что берут Леорика. Знаете почему? Потому что есть тема. Тут будет катка прокастерская. Это значит, что мы будем стараться. То есть, у нас будет очень много нюков. То есть, первый раз образно Леорика сольем так. А второй раз сольем очень быстро. Это хорошо. Погнали. Центральная линия в нашем распоряжении. Тут будет у нас Этериал. Дагон. Аганим. Даггер. Далее. Тревел. И еще что-то можно будет придумать. Что-то можно будет еще придумать, ребятки. Так что хорошо. Зачем, о, Рики, с ка-жа-лю, дю-ат-лю, дю-ат-лю. Давайте напишем даже дю-ат-лю, дю-ат-лю. Зачем что-то там дю-ат-лю? Свена еще, и че, дю-ат-лю. Забавный парень. Хат-фу. 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 Да? Хорошо. Так. Ну, нулик нам тут стопроцентно нужен для того, чтобы мы просто двигались и догонили. Погнали, ребятки. В нашем распоряжении. Центральный коридор. Next-овая катка у нас будет фановая. Я уже, в принципе, придумал, что мы там должны будем сделать. Там будет у нас... Ну, не скажу. Не скажу. Не скажу. Так, главное, чтобы еще не лагало. У меня вчера весь вечер... Весь вечер стрим вчера просто висел, как нереальное какое-то... Прям... Не знаю, белье, которое не высушено до сих пор за сутки. Просто нереально. Висит, 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 висит стрим. Просто невозможно было стримить. Приношу извинения всем, кто приходит на стримы и зачастую видят такие лаги, ребятки. Это очень сильно выбивает из колеи. Для меня это очень важно. Для человека, который старается давить на качество контента. Это очень довольно-таки неприятно, когда такую тему видишь. Так, это печально. Стан, 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 стан. Четыре стана. И тут, возможно, даже придется БКБ. Делать БКБ. Луна, смотрите, как закупилась. Специально брейсер берет. Вообще не понимаю, зачем Луне брать брейсер. Ну, окей. Давайте, подсчитаем. Восемь... Восемь сколько? Сколько? Подождите. Дает туал и три силы. То есть, получается, у нас дается восемь силы. Восемь силы. Шесть силы дается, получается. Шесть умножаем на девятнадцать. Да? Шесть и один. Шесть. И, конечно же, сколько там? Все, математика моя загнулась. На этом все мои подсчеты, как говорится, закончились. Так, ну, лаги пошли. Да, в этой катке будет интересно. Это будет лагающая катка. Так, четыре героя забирают руну, поэтому не вижу смысла. Так, монолик кидается, я останавливаюсь. А, тут пять героев. Я понял. Это еще и блочить будет пытаться. Хорошо. Ну, я обойду аккуратненько. Давайте. Вот так вот еще побегаем. Ага, хорошо. Но меня толпой чисто... Боже, ну, посмотрите, наверное. Пять героев бежит на руну. Некру не дать руну. Круто. Круто. Вот это я понимаю, гейминг, да? Лерик Мид пошел. Но я прогуливаю две пачки крипов, потому что у меня нет. Они очень круто. Жалко мне, никто не помог. У нас два кирина лайн. Это ду... Дурачество. Вот сейчас, как я выражусь, давайте так напишем. Это дурачество. Хорошо. Так, ну, какой-то Лерик на центральный. 0-1 счет, говорит. Ой, печально. Ладно, поехали. Не буду ничего объяснять, ребятам. Так, ну, по идее, Лерик тут в Миду не стоит. Не знаю. Это как пуш, только намного легче. Потому что, в принципе... Только единственное, будут, если тут гангать, это будет довольно-таки не очень хорошо. Не знаю, что Лерик тут собрался на Миду делать. Но если меня будут подгангивать, в принципе, да. Через станы будет очень... И хорошо. Кстати, сейчас очень хорошо решила, что я взял... Взял пассивку, да, получается, на раннюю стадию. Вот, на вот эту руну. Ну, 75 хп, не думаю, что мне бы помогли. Но, тем не менее. То есть, как бы можно было пожить получше. А это фразочек, скорее всего. Оп, изи. Хорош. Камбутская. А то ребята в пятером меня задушили. Не знаю, зря Лерик на Мид пошел. Я сейчас камбэкну, все, с Лериком. Так, берем дез пульс снова. Ребятки, катка будет заряженная, поэтому присаживайтесь. Как говорится, готовьтесь. Стихи сразу берем, потому что меня, скорее всего, будут тут гангать. Будет стан кидать, нет? У меня даже нету щитка. Не знаю, почему он щиток не берет. Так, внизу. Нету одного героя. Хорошо, это добиваем. Оп, это добиваем. Опа, сапожок имеется. Ну, не буду я за ним бежать, как дуралей. За ним бежать не буду, я лучше пролосхичить чуть-чуть. Я взял сапог себе, это очень хорошо. Взять бы еще. Так, а вот тут надо, как бы, ну, пресекать такую тему, что он подходить будет. И спокойно такой, типа, ну, я тут пройду, да? Давайте вот так сделаем ЭТПшку. ЭТПшку, хорошо. Вот так делаем, размениваемся по хп, по майни. Хорошо. Вот так вот он. Он сейчас очень многое теряет. Смотрите, сколько тут экспы. Сколько экспы. Стики решили. Стики решают моменты. Ой-ой-ой, ты посмотри, посмотри, что делает. Ну, это на базу, ребятки, отход. Набиваем пару крипов, даже не пару, уходим. Все. На базу пару. На базу. Опасно, опасно, опасная ситуация, опасная игра, кстати. Погнали на базу. Там круто было бы, если бы Леорика вылетел крит, да? Прикиньте, крит вылетает, и я такой, ааа, оаа, и все. А там тоже тристика было, кстати. Но он не ожидал, наверное, такого наплыва. Как хорошо, что у меня личный курьер. Что никто не юзает никуда его. Так, есть кнопочка. Это получается, не знаю, катка лютая такая. Там чел вот этот, который играет на Леорике, он с этого, Сочи, короче, типа. Типа, пишет, привет из Сочи. А я сам, короче, живу от него, получается, ну, в 100 километрах. Лоу. Такое противостояние. Сочи против Туапсе. Поехала. Только у него герой послабее в центральной линии. Не знаю, зачем. Он на мид пошел. Наглеем, просто тычкуем, и все. Он не выстоит сейчас. С Next смерть будет, скорее всего, с риперов летать будет. Так что интересная катка будет. Тут будем деспульсить. Вот так вот делаем. Прокомбили. Давайте добивать, потому что он отошел эксплойн. Чтобы очень много потерял, кату надо забомбить. Задушили. Хорошо. Что делаем? Опять-таки фейзы, ребятки. Фейзы, фейзы, фейзы. Фейзы, еще раз фейзы. Играем через фейзы. Почему, спросите вы? Ну, фейзы, это залог успеха. Это мобильность. Это быстрость. Это качество. И, конечно же, прекрасный коннект. Что нам, сапог взял себе? Дядь. Сейчас ты ж тычкуешься. Сейчас умрешь, если. Сейчас умрет на этом. На лерике опять. Можно было, кстати, занаглеть. Но, мне кажется, там тычками, тычками. Не уверен, на такой фраг был бы. Не факт, что забрал бы. Но, в целом. Главное сейчас сделать вот эту тему. Все, с фазами уже тут 100%. Будет суета. Все, стоим. Лерик стоять уже не может. Уже не может. Зиби. Делаем вид, что мы его не видим. Фаза приходит, мы убиваем. Ладно, все. Хорош. Хорош. Хорошо. Минус стик. Можно будет газануть быстро. Разогнаться прям. Сейчас, возможно, будем брать деспульс. Чтобы порог демиджа чуть поднять. Вообще, надо до шестого левела его еще разочек убить. Потому что, типа, дело такое, что... Погнали под тэшка, в общем. И если пришел, да? Ну, это смерть. Дай репер дать. Рожь, это есть. Рожь, что я пассивку взял. А че, что я не пошел дальше? А вот я пойду. Я пассивку так вовремя вкачал. На регенах. Бежали. Надеюсь, там не будет никакой хасты. Знаете, себе такой хаста, там... Море демиджа. Прикинь, регенерация, да? Ну, какова вероятность, что выпадет регенерация? Это два стана будет. Два стана это очень плохо. Надо бежать, парень. За крипов прятаться. Не надо, дядь. Шесть. Какова вероятность, что выпадет регенерация, да? Ну, сто процентов. Да ладно, я ожидал хасты, типа, он на базу побежал. Ну, ладно. Пойдет. Как говорится... Lyric wins, да? Три стана просто заспамил. Ладно. Мне не хватило маны. Дес пульс, кстати, там буквально копейки не хватит. Кстати, если бы я заобузил... Надо лобузить, блин. Вот я... Дурилка картонная. Так, ну у него есть шестой левел уже. Ну, ничего, надо разминать, надо снимать шестой левел. Мангусик возьмем. Активный мид у нас, поэтому манго берем. Да, я мог выжить там. Если бы я заобузил стик, как надо. С выкидоном артефактов. Было бы круто. Хорошо. Делаем вот так. Но сейчас левый реку будет, конечно, по кайфу ставить. Но мы тоже можем, в принципе, кайфовать. Делаем вот так, просто отходим. Все. Все, огонь будет. Можно сразу попытаться в догон выйти. Он не будет пытаться разменивать рез без стопроцентного фрага. Потому что ему фраги желательно вообще. У него 200 маны там откидывает. Если стан откидывает, это гг. Стан откидывает, гг. Рез рипером сбивать не очень хочется. Поэтому. Стоим кайфуем. Очень близко стою, на самом деле. Это чревато. Но первое, что купим, скорее всего, даггер. Первое, что будем покупать. Так, он ушел, да? По аронам ходит. Парнишка. Я там не забираю. Так, боковые лайны, видимо, что-то как-то плохо, да? Плохо как-то. Ну, три на два, кстати. Две смерти, это такое себе. В таком миду. Ну, подфартило с руной. Сейва не было у меня. Хоста теперь на этот раз, да? Пробежался Леори где-то. Пробежался где-то. Вообще, очень хорошо БМ бы тут зашел. Нету ганга, говорит. Ну, конечно, нету ганга, дорогой. Помоги, Пелесе. А меня гангали, друг мой. Я фармлю, не мешай. Нету ганга, говорит. Ну, Леорик не фармит. Он, на самом деле, вот это что-то бегает, там, знаете, кружится. Но он не фармит. Он не фармит. Вот это максимально не уважаю. А, напушим тэшку. Даггер возьму, буду помогать. Стан ему, дай. Стан, дай. Напишем. Может, даст-таки. Пришел таверлесс едить, дядя. О, руинер. Руинер. Ганг полосе пишет. Вот таких челов вообще не одобряю. А он из... Ну, мы могли Леорика забрать, он стоит просто. Смотрите, стан... Причем стан раскачивает. Сёрт на си. Мидр. Мидр. Вот такой вот пацан. Икс, вай. Икс, вай, говорит. Лезь фармит. Ну, конечно, я лезь буду фармить. Ты же мне мид сломал. Ребятки. Гениальный парень на этом. Гениальный парень. На свэне. Мид меня сломал, пришел. Еще говорит, сиорд фармит лезь. А что мне делать теперь? Сейчас берем даггер и погнали. То, что вам пишет, ребятки, никогда не обращайте внимания в играх. Вот такие вот свэны, думаете, они умнее, чем вы. Такой свэн, это, ну, это печальный игрок. Максимально печальный. Такие игроки никогда не научатся играть в дотах. Если будут своими, как говорится, животными моментами такими играть. Типа, знаете, там, пойду, типа, на мид, зафармлю лесочек, да? Сюорд. Типа, тисюорд, говорит. Так, это, по идее, наш клиент. Убивайте его. Дядь. Дядя Ерсбруйкер, выходи. Ерсбруйкер. Там бегаешь. Что там бегаешь, дядь? Сколько ману уйтет? Не на рипера, но пойдет. Пойдет. Так, мид у нас подпушивается обратно, да? Тут тогда, значит, крипов принимаем. И топшимся на мид. Почти догон, в принципе, есть. Через догонюс будем играть. В любом случае, тут именно будет таргетный дэмэдж. Но с леориком будут проблемы. Потому что сейчас он безмятежно фармит. И он и будет фармить, в принципе, безмятежно. Жалко, что не на рипера. Сюорд, говорит. Сюорд. Оп, забирают. Рики проблемы будут, безусловно. Так, ну, тпшечку. Хорошо. Мангусик пока оставляем, пригодится. Пригодится. Ребятки, запоминайте. Новый топ-фраз у нас добавляет слово Сюорд. Сюорд. Так, и вот так, значит, делаем, да? Он ворует артефакты, что ли, на свейне? Видели? Походу, арты воруют на свейне. Ну, типа классические обезьяны. Пятки. У-у-у-у-а-а-а-а-а. Вот такое чисто, знаете. Сюорд. А что, что я вкруг силы спрятал? Так, ну, у меня почти есть стриппер. А то там макака обыкновенная. С Вич-доктором, мне кажется, можно поработать. Рики. На топе. Давай, выходи. Дядя. Ну, два вольта, да. Такая тема мне нравится. Так, тпшку на топчик надо, да, желательно? Сюорд говорит. Сюорд. Ну, там на топе слишком активно. Я, типа, туда свежу полечу. Просто. Сейчас догон доделаем, копейка остается, ребятки. И будем помогать. Лифчик нажмем, парня. Хорош. Сюорд. Мидр. 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 Скутс Убер. Так, ну, Лерик, кстати, сделает армлет, будет крайне тяжело. Подал 500 хп, это деспульс и догон. Мидранка тоже такая же, в принципе. Там ребятка более слаженно играет, будет интересно. Катка потная. Ребятки, там покруче, поинтереснее. Все, ну я вообще первый дошел до сюда, друг мой. Там уже по рандому, как повезет. Мидр. Мидр. Ставь лайк, если ты такой же, Свен. В скобочках нет. Мидр. Это как Феодр, да, только? Только Мидр. Ну, полосхить, полосхить. Что-то мне не жалко. Ты же не умеешь играть, фармить не умеешь. Почему бы тебе не оставлять фраги? С крипами. Феодр. Го, драться. Будем драться. Не хотите драться? Давайте драться. Это минус. Хорошо. Но будем регениться, пытаться жить как-то, да? Есть тики еще. Хорош. Есть. Опа, есть. Этого тоже заберу. Тычка. Оп. Ну, можно и на вставочку, ребятки. Можно и на вставочку. Триплкил хороший. Ребята, помогли, подсобили. Отлично. Можно и на вставочку. Спасибо. Спасибо, ребятки. Главное, сразу слили чувака через догоны. Специально не сливал, потому что нет уверенности, что Винранку убью сразу. Винранку сразу не убивают там. Хорош. Отлично. Так. Еще догон. Хорош. И давайте возьмем дасты, парни, для Рикимару спеша. Жалко, на Медуу нету телепорта, да? Нету на Медуу телепорта, ребятки. Бежим пешкой, значит. Так дело. Это сюда. Хорошо. Ждем следующих нападений и Па КД рипера, ребятки, работаем. Все будет отлично, главное, не переживайте. О-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Леорик. Гоу-гоу-гоу-гоу. Че боишься, че боишься? Ой-ой-ой. ты какой путь что забоялся но увидел армалет забоялся хорошие то минус холода еще рик и не части вот это я прыгнул вот это я прыгнул вот это значит берем соло гейминг актива этот я не знал что там пять героев я тоже секуру возьму я себе куру заберу тоже сейчас надо заварбиться сорян такие моменты ребятки я как бы не могу регулировать такие моменты я не умею контролить парню когда 14 прыгаешь на типа три героя ладно но там ширики стоял прикинь 5 героев там 5 героев причем лейт не на нашей стороне так понимаю потому что у меня 1423 челика бегают причем один из них пишет постоянно сюард сюард тяжело будет тяжело но не будем сдаваться у нас фармит скус убер вот какой-то токсик максимальный токсик вот просто токсичный чак ненавижу таких погнали вардить реки мару можно убить кстати но сейчас скорее все тп просто да да тп просто реки мару убиваем у нас вот так вот и варды туда вырывает сго ребятки варды туда хорошо реки если дальше пойдет идет дальше это фраг или 11 секунд 10 9 8 7 6 5 4 3 2 и 1 все но реки мару нет это значит прогуляли время прогуляли это плохо ультимейт стынет уже погнали поможи делать ага вон реки до в виду это минус хорошо еще догончик покупаем ребятки хотя бы одного бойца разменяли может другие ребята не играют одного бойца разменяли одного разменять бойца ты кат укусает на путь же догона жалко не было я застилил хорош луна в 3 максит она без глайвов играет прикиньте вообще жесть такая луна быстро фармить не будет так ребятки давайте возьмем догон тройку сейчас и скорее всего попытаемся сделать себе какой-то под сейв типа купить хотя бы гост я не знаю погнали к топу потому что сейчас через 30 секунд откатиться кто-то по-любому пойдет на топ типа 0 река не знаю ли о река через догон только фокусе ребят он ли через догон 20 секунд у нас рипер а когда рипера просто работаем все катку в принципе можно будет выиграть тут жалко что два варда меня в пакете телепорты не смогу юзнуть на них хотя там идет vd да нет но лучше мне чем vd лучше мне чем vd лучше мне чем вич доктору этот фарм он каски прогулял хорошо пиодр они отказки вот они как по расписанию но vd такой фермер фермер тоже vd у нас не хочет он особо помогать поможи делает погнали на мид котла убивают хорошо google g помогите ли орика там как бы остановить в без варкрая свен играет вообще жесть он плясы качают но тут понятно все освоение принципе без варкрая играть освоение это нужно быть гением на самом деле так варли куда вот сюда надо варли как не заблочить бы хорош это минус отлично но это будет рез будет драться возможно не будет драться вот кто бы был подхватил бы до сейчас контору игрочек ждешь а если попадает ясно если попадает как говорит хен вот тут ставим хорош я сейчас по идее реки будет лас хитить да еще крипчика лас хитить будешь брат лас хитуй и забрал я эх но такое палим отлично это минус жалко что не на рипера моя ошибка не дождался дождался еще догон берем еще догон берем это пешечка парни у этого у лёрика нету сейчас резца догон почему еще беру потому что в принципе меня не фокусит я не чувствую что на мне какой-то фокус дополнительный поэтому я не беру сейчас ghost ghost не беру поэтому именно парни поэтому именно я не беру хорош как мы надо назвать тащу токсиком game на 100 левел леорик у меня 16 у меня кд пока 6 у нас vd просто тупо фармит ребят тупо фермер на воде не знаю забавно вещь доктор так на виду по-любому сейчас будет прыгать леорик я так думаю так вот уже начал до так 13 секунда пендранка внизу кстати можно подработать 13 секунд главное не полиция уже спалился аура ладно хрен с ним армию значит фармин армора бы какого-то до против леорика но попробуем знаете чё тут как-то ну хитрить надо будет хитрить бм хорошо бы зашел да но видите какая катка идет фарм катка vd не поможет я тем более тоже не буду прыгать один на девять один раз я прыгнул это это безвижна потому что я не знал есть там вижу ну то есть я не знаю сколько там какое количество какое количество там ребят поэтому как бы так и подставился в этом смысловая нагрузка все видите как от соло гейминг начинается соло каточка можно вардики опять прикупить сейчас гейки на топе да значит нет смысла ждать а я смысла ждать парнем лес тут что делать что делать парк парментон парнем что делать но там блэйт гейм будет посильнее за счет леорика две жизни это серьезно сейчас на низу кого-то убьем если это не леорик будет вендрочка через рипера просто рипер дагон до сюда рипер дагон и гг и с тоже очень много стана будет давать но в целом я думаю ребятки справимся пока что все идет как надо никто вниз не дефает до вендры нету пока не вижу никого эндры пока нету а вот она все вижу 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 вендру еще дагон каждый праг это обдогона получается но я тут не помогу я тут тебе не помогу дядя я тебе тут дядя не помогу не знаю прыгать со своем нет эти попробуем хорош это сливаем а чай с леева нет но дагон придется давать а rush я по подхилам буду а отлично пойдет пойдет отлично пусть забирает ему нужнее слава наши броши не сбил хорош вот этого бы забрал меня есть догончик можно подраться принципе можно подраться даже армлетик армлетик сейчас рипер будет ой какой же сейф от еса прикиньте хорош он говорит нам дэранги какие дэранги видишь чё делают тебе ребята жопу спасают ой отойди 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 пусть если их ослайм это у меня соло чтобы было ля от это по цели хорош хорош так слушайте реки маруш под ногами может быть давайте в лесочек так 1000 золотых 1000 золотых у реки наверно уже диффузел есть хорош да как есть его заставил парня а он бы то сдох бы там стабраться но у него у лео рекорд ареса у него до сих пор нету гол он без рез реза нет леор реза нет как свэн прыгнул ареса нет вот это сюда хорош но не умрет ой хорош но подхиливаю как мажу арошта минус и леорика туда же вставочку да сделаю да у но это на вставочку ребят это точно на вставочку ультра на вставочку в такой драке но это просто и тарел щас купил так тэшку это курочка заберет да я думаю крипов тут сметаю хорош отлично отлично люля нету реза это хорошо вот некролайт догонистый это прям уже чувствуется да жалко ребят не подсевил но как мог дес пульса по кд 3 700 есть и 700 есть хорош так 4000 можно знаете что сделать сделать агоним чтобы быть плотнее и кд уменьшить себе да ну кд уменьшить если у нас не было бы 16 левел но у меня уже 20 понимаете да то есть тут как бы сейчас только коэффициент увеличить она у меня дэмэджа хватает чтобы с риппера убивать то дай тарел и агоним чуть позже получается тут такая логика что и тарел сейчас агоним чуть чуть позже сделаем я думаю это будет нам одну я думаю это будет логично и правильно мне дэмэджа хватает чтобы убивать с риппера через комбинацию но не леорик леорика и не могу убивать леорик сам по себе это рез дополнительно поэтому ребятки нужно пока переждать поэтому терпим ждем у леорика в принципе ничего нет я перефармила в любом случае уже любом случае я перефармил его так ребятки здравствуйте можно вас обрадовать немного смертоносной волной хорошо и зарел у нас уже есть это значит что можно будет сейчас через эдериал слить его да я думаю первый раз солью так делаем это продаем хорош есть кнопки вот это у меня лютый затар 1900 хп там с прокаста я не убивают огонь из орел но смогу ой свэн там что-то газует свэн газует но кстати чел на свой не несмотря на то что что какой-то странноватый не качает даже варкрай да хотя бы на разок на мске экспы так но тут надо поможи делает да не тут поможи не буду делать без шанс ойдов без шанс ойдов можно знаете что сделать вот так вот вот так можно сделать я так и знал что реки там пойдет поэтому реки free фражочек хорош можно сейчас огонь им делать начинать догончик есть и зарел есть въезд сколько тысяч хп и если лотар там еще до самое плохое что возможно мне придется носить гем очень плохо у нас луна фармин до главы хотя парни вкачал не плюсы начал брать это очень радует ребят итак леорик скуп сакрыт зелда сакрыт леорик берет умеет бы под это ведь но я один тут не справлюсь у меня вынесет примерно но подстану там 5 тычек мне до свидания 5 тычек до свидания но вот я вот примерно про это и говорю это минус срез скорее всего устами не хочу улетать но все-таки ствол хорошо монолит отлично отлично минус срез отхожу маны нет а если вот так вот то есть еще мне фраг достанется то будет будет вообще своим закидывай брат надо фражочки о ее и как же есть подставил сейчас вот так делаю ой хорош ой хорош вот это просто гениальный геймплей как же сейчас ес подставил леорика и я принципе ману собрал до 720 маны с одного фражочка я получу хорошо есть у меня кнопочки ребятки можно подработать еще кого-то вон линбра например маны нет не хватает прикинь только не вижу и брат пожалуйста хорош пойдет 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 а был ваганим кстати дэмэджа хватило бы но тут именно смысл такой что вот видите маны как бы не было на изырил можно было кстати через изырил попробовать мне кажется не сильно бы там поменялось что сильно бы что-то поменялось ломай прикатка получается да с такими сиорд там вот это все сюда реки с диффузой аж а если что делает шо делается тут хорош сиорд получается сиорд на из центральная линия в нашем распоряжении ребятки аганим next там погнали от леорика бы классно что-то было бы собрать да ну не бм точно против леорика бм не так нет мы сломали это радость кстати несмотря на то что своем там что-то пукает сиорд несиорд но он играет ребятки несмотря на то что он такой токсичный он играет и это самое главное потому что на самом деле без скоро мы бы не выиграли реально но конечно тут стоит это признать несмотря на то что что он там не сильно такой знаете понимающий парнишка потому что начинает плакать когда мидер уходит в лес будучи сломав тавр и это не кролайт который может выформить за две минуты все свои артефакты как бы но несмотря на это парень играет и это радостно это на самом деле достойно уважения но то что он пишет это максимально респектабельно ребят так что смотрите сами катка на ваше на ваше суждение ребятки так появляется радиенс у леорика это кстати серьезно возможно пока бы этот будем дотаривать сейчас мы сделаем себе аганим и бк бешку ребят скорее всего сейчас на топ и дтп будет делать ну и вот это я забираю это будет хорошо это будет у меня уже сейчас улучшенный рипер и мы вместе что вопрос на рипера посадим леорика на вторую жизнь то есть если мы в драке ничего не нажмем и его сольют то есть я смогу там нажать просто все кнопки нажму леорик умирает через прокаст это радостно это будет радостно леорик улетает в рипер у него не будет байбека с аганимом так вообще по кайфу так что такое дело а бк бешка поможет вообще все кайтить так и давайте наверное вот так вот сделаем вардики нужны и стики продадим они стики оставим если что курочкой побалуемся все равно как бы слоты у меня есть курочкой побалуемся если что так аганим имеем сейчас вард поставим вот сюда ткнем поставим вот сюда скорее всего погнали хорошо все орд говорит кистью орд свентом соло пошел до погнали заварнемся тогда если свент соло пошел так ты можешь взять тут стики стики и погнали вот здесь поставим хорошо и вот сюда бы поставить еще было бы круто ребятки там дерутся да ну да 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 надо а чё кончились варды и аж 3 покупал на печально я же 3 покупал парнем странная тема так мы видеть тут я не очень хочу солом освидеть я тут могу я же три варда вроде взял ребят она один вартик золота мне не хватило да то есть вот сюда бы 3 вард поставить чтобы аккуратненько можно было повырезать было бы очень круто так но у них там трон подхапывает скорее всего это маегис еще и орд с рессом я соло его изи убиваю вообще ух-тух-тух и все прокаст вот если сейчас тут ошибется можно будет убить так ли варик там до приоритом 4 идут туда умирает парень давайте варбища начнута варбис ребятки у него там лотарда подарка хорошо видите помогает сейчас метисе кто-то дефить будет его вырезаем здесь про чеком давайте через магаз это легальная мх вот это вот можно прочекивать вдруг кто-то будет проходить сразу там на закуп возможно еще что-то мы сразу берем и вырезаем прям и вырезаем хорошо ждем никто дефит не идет погнали сюда значит давайте быстренько хорошо и рошана заварбить надо ребят поставим наверно вот сюда сюда давайте ткнем чтобы было видно подходы если что так вон они ребята ходят да но входят по лес по лесу ходят ребятки ходят бродят возможно еще с реки мару надо вместе вместе котлом просто с прокаста убить даже рипера не тратить папа вот эта проблема да реки мару под ногами реки мару под ногами видели я понял что что-то тут нечисто деспульсим увидели да сразу эффект пошел реки мару под ногами и поехали вот она чего в чем проблема вот что там было так что не стесняйтесь если что юзать без пульса таких ситуациях просто я смотрю что-то как там странноватая ситуация но он меня не убивает реки мару никак я ему просто про каста через тучку даю все так реки нанесу да ну с леориком проблемы будут если я нападу так три героя да и герой дальше пойдут реки мару за душу но я думаю сейчас реки не удержится или леорик ну леорик с леориком такой себе я просто не выйду мне кажется там радиенс и себя реки убивая то я не ухожу все равно все ребята помогут туда хорошо вообще гем надо как раз надо гем брать вам лучше нас в каушу а пушевка ушел давайте ребятки гем надо погнали им нужен погнали не сломать так а если успеют искусстве спрятаться будет хорошо а рэш это минус это минус ждем пока пропадет эффект хорош и убиваем до конца это еще монолин кину ждем и зарела брат я выживаю тут хорош отлично 3 полкил даже сделали пойдет хорош так не сможем ломать далее орик на топе куда дальше дядя если что леорика на прокасты берем и все есть они будет у него байбай конета этом живой виндран когда виндранка с прокаста умирает уж 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 ребятки он т2 ломает на льваре где-то значит у нас есть уйма уйма времени куча времени могу конечно попробовать на характере нет а вон она чуть-чуть я ошибся кстати я тут скорее всего умру опа ошибка леорик отменил хорош это минус ошибка леорик отменил почему-то не знаю микро ошибка микро ошибка тут можно было перевернуть час дайте куру магазином заведем на тп что так попал там леорик то пришел ломать да хорош отлично она из вот этого туда же можно на рипера все до свидания хорош ох и из пришел сейчас задушим или нет или да их но чуть-чуть чуть-чуть так ты пашка летит погнали на базу я бы но леорик сейчас ошибся я думал там будет гг сейчас тп сделает будет очень гг так давайте на базу парня слетаем хотя зачем вопрос зачем ребята идти тут на базу спросить его леорик аго искать нам нечего бояться не дают 6 слот сделано оба кбшка тут 6 слот на самом деле то там виндрочка да на игрок садить хочется пень я твой фанат говорит я твой фанат хин но молодцы кстати достойная катка достойный бой такой знаете дают прям довольно таки неплохо довольно таки неплохо ребятки в общем такого нас бил получается на вставочку сделали сделали что у нас еще получилось сделали мы что еще на некролайте ультра килл сделали на вставочку сделали каточку отписали через догон мастер отписали очень кстати ну такая катка получается более агрессивная потому что вы стараетесь соло как-то по кд рипера откидывать оппонентов и в целом получается рить около 20 ну 20 фрагов да у меня получается из этих 20 фрагов сколько я отправил ребят на рипера это очень хорошо то есть ребята потенциально посидели в таверне побольше чем должны были так тут надо аккуратно потому что типа он прыгает кнопку дает я ты куда прямо газ пошел ты зольчик то гол толпы убивать его на рипера посадим я даже затанчу контору убиваем первую первый раз убиваем зря не мне стан объясняю почему потому что так надо сразу до года до успеваем вот гиджи это гиги братец это гиги братец ох есть врывается я тут умер а если вот так вот то нет я не умираю бдс билуль . избили но чуть-чуть не хватил но бкмшка тут нужно видите ребят за почта сапож пишет хорош реки за меня за меня реки мой личный крысенок черт черт у меня свен в тиме пишет по кд черт черт мидр черт тут соло нет я не могу сказать что тут прям именно команда как-то помогла тут я считаю что соло гейминг тупо соло посмотреть на этого свена потому что на типа я считаю что такой он какой-то токсик могли кстати намного интереснее докатка получилось бы если бы как-то ну было было займу взаимоуважение взаимопонимание какое-то если было бы катка была бы хорошая а так получилось что получилось ребят докупаем сейчас крайний слот принципе тут можно хиксон до баловаться получается ну катка обычно не карлайта в таком билде еще берут хекс но тут нужно бкб по макри потому что там много 100 так же такое изи говорит свен пишет изи свен пишет изи ребятки не будьте такими как своим мы серьезно на этом вот такая катка ребятки у нас получается задушили на некрис догоном на вставочку сделали все сделали уфы остается у нас фановая катка но это будет каткой тоже серьезный керри билд я не буду делать возможно если что сделаю дополнение потом это же отдельно если будете просить там сделаем небольшое голосование возможно и принципе все погнали ребятки next вую катку ну и все let's go итак ребята загрузилась у нас третья каточка наконец-таки это очень хорошо сейчас вам расскажу что мы тут будем делать и как мы будем то собираться в принципе не карлайта всегда пикают на третью позицию в нормальных играх касаемо нормальных игр то есть на третью позицию вы часто берут именно что такое третья позиция куда чего и зачем и что будем собирать я сейчас расскажу не горлайт это такой герой в целом которому особо как бы артефакты не нужны поэтому его отправляют на третью позицию в hardline не потому что там живучий какой-то или у него много хп или он сам по себе какая-то имба данный герой очень ватный и да в принципе вы скажете а здесь какой ты несешь бред что он типа ну не нуждается каких-то артефактов как правило не нуждается берется просто какой-то сапог bm даггер и все и данный персонаж может с командой может с командой разносить это вот такой вот у нас героичек что мы тут будем собирать во первых это будет у нас через пт-шку катка через бм чик возможно кита худы пайпы и прочая такая всякая тема чтобы можно было жить именно так как нужно сыграем именно как играет в играх более высокого ранга и будет так сказать катка более такая думаю похожая на то что вот мы видим как бы обычно да там с игроками более сильной так сказать сильной носить не сильного духа так именно сильная тема погнали ребятки что мы сейчас будем делать это идем на hardline как мы будем затариваться иногда затаривается на некоре через стройку просто сапог хилка и мана и все и то есть и вы идете спокойно душить но сейчас тут немножко по-другому соберемся потому что тут скорее всего не будет какого-то ганга какой-то специальной тактики пацанам чтобы там загангивать hard линию и как-то уничтожать поэтому берем просто пол стика и расходники и идем вот так вот закупаемся c вот так вот в и с к все и погнали мангут чтобы регенится пол стика сюда и хилочку и все и идем души так там взяли хускара это плохо но у меня будет blade mail и я думаю хоть чуть-чуть то я сшить то и буду вот тут тоже неприятно бэйн но посмотрим в целом пике интересные и надеюсь катка получится тоже интересно надеюсь я в верстку вывел вас в курс дела что у нас тут будет в этой катке и как будем раскачиваться тоже буду по ходу дело рассказывать ну что погнали куры нету но нам это не нужно нам это не важно огур со мной на лайне будет да огур с вардами это хорошо это хорошо так там лего стопроцентно тут бм прям но вообще как правило не крыла то есть и собирают так ему берут там не знаю пт-шку там допустим бм чтобы можно было уничтожать оппонентов чтобы некор был поплотнее сам по себе чем больше хп тем больше ты раз сможешь нажать без пульс то есть такая логика если играю на второй позиции через центральный проход я просто там собирал сразу кучу артефактов потому что но есть фарм есть на некре как бы я на опыте ребяток там ну так сказать можно можно сказать сильно выношу в центральный до сильной для этого ранга выразимся так и как бы никаких проблем нету а касаемо вот таких вот там дополнен допустим игр чуть посильнее ну как бы можно так сказать немного покайфовать да а я понял все о посреди задувочка бы хорошо пол лица отстегнулась оп еще пол лица я монетку забираю монетку забираю огур чат там и гнать накинулся там бегут они за пульром много пробежимся тоже пробежим с толпой блин она здесь веточку кушать а вы счету скушаем главное чтобы ауры доставать у реки там нет ничего прейзик прейзик у реки так но тут уже крипа вышли надо уходить цари цари ты чай ты чай дядя а пуш на не понимаешь что ли что аура пилит пуш не поняли сари лего лего дерется жесть опа и пуджа кстати еще забираем с ауры минимум стоим под тэшкой аурой пилим пилю его ауры а ты куда он уже пловый тут ауры пилит говорит нормально нормально а вот агро как говорится приняли да агро приняли хорошо хорошо так но реки тут конечно не нужен нам все погнали кстати у меня уже стик есть насчет того что я забрал там монетку почему я не взял this пульс this пульс на ранней стадии не знаю мне как-то не в кайф и брать я привык всегда пассивку брать и спокойно стоять когда оппоненты на максимальных как создать напрягах под минус здоровье чикам так у нас тут три плана по ходу до причем этот репли в любом случае должен фармить я потому что форму как бы я в любом случае здесь hard линии это моя законная линия здесь так реки уходит на телефон отлично если что огур там на соло рынка говорится на сдачу оставим и душем надеюсь катка получится интересно в принципе против милишников на некристояли просто гениальная тема никаких проблем не должно быть ласт хитим парнем ласт хитим нужно будет взять наверное сейчас возьмем посмотрим как уж не будет наверно подходить уж не будет подходить хорошо забираем оп отлично так 9 крипов у нас есть прям внизу то сейчас free farm у нас идет ребятки прям такой контрольный контрольный free farm сапожочек next возьмем чтобы можно было двигаться тут чуть-чуть получше потому что оппоненты все таки не дремлют и нужно как-то перестраховаться лишний раз чтобы от пуджа не фидануть не фидануть от пуджа не фидануть от пуджа то есть нужно как-то двигаться гу-гу-гу бро начинай погнали free фражочек надо ласт хитить я думаю хорош отлично надо ласт хитить на что там этот суицид и порог у него легенький там легко засуществиться резиста как такового пуджа там сильного сейчас нету да то есть да и в принципе второй спал не сильно душит поэтому ему будет легче как бы немного подзала с хититься так но пока все идет ровно hardline кстати у нас фришкой и поэтому это очень хорошая новость ребятки мы сможем тут сейчас выколотить сколько нам нужно погнали идем вот сюда закупаем пол пт-шки почему робу беру чтобы легче сейчас было ласт хитить я потому что сейчас не очень сильно ласт хитит 15 крипов это немного пропускаю каждого второго крипа получаются и let's go вот так вот раз-два добиваем пацаны по чуть-чуть добиваем и все будет огонек а вот так вот значит и на пудже делаешь да ага мы тебя сейчас как примем так примем с огран у товар судить не переоделась почему но будем знаете что надо с пульс разводить на без пульс потому что тычковать там под товаром не вижу смысла как-то и без пульсом лучше заберем регенерация кстати с первого садиста вообще нулевая посмотрите я так что забрал фраг и совсем ничего я себе не восстановил с этого фрага это жесть там 60 кп по-моему насколько я помню то есть 10x там первый левел 1 хп до 60 кп всего восстановился 1 левела садиста гоу возьмем пропусти просто это мне сейчас ката в задницу стрелять это будет жест так пт-шечку тп-шечку беру второе теле 2 телепорт засейвим золотишко вдруг часто мидир придет а мидер там на хуске да ребятки next мбм просто сразу бм потому что нужно 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 от мидера от оппонента лютого от пускара какой-то закуп иметь такое чтобы можно было так сказать если хускар вдруг на бежит если вдруг он ульта него чтобы можно было погрызаться можно было погрызаться так хорошо пока что ферма наша удается все отлично бм фармин просто 2000 золота нам надо примерно к 8 минуте если один фражочек плюс все крипы абсолютно все не котируется что там вот одного такого не добил то есть уже в минус уже там 1900 будет да то есть понимаете как то работает или там огор помешает подобивать да то есть там уже как бы ну золотишко то уже не добавится хорош так 400 золота среди пятая минута пять шесть семь пять шесть семь опсы лежат у нас в серверы на угар что-то бросил не хочет он поставить эти опсы на меня кстати на full free оставили это радует это радует огор молодец нормально получается от саппорте сам такой знаете но бегает и мне по кайфу мне по кайфу я стою на экспириенсе и в том же в тот же момент я подфармливаю и очень даже хорошо пешка не вижу смысла сейчас бурить давайте пойдем в магазик забежим можно взять еще одну робу чтобы демиджи еще больше было но давайте лучше купим армор армор ничего страшного если чуть-чуть побольше будет у нас защитки это наоборот нам на руку вдруг там лего выбежит 6 level у него 4 сейчас у меня 6 уже кстати можно будет там если что ты пешечку нажать на реки мару там на помощь там на реки мару до выбежать внезапно но там инвиз инвиз это неуязвимость заходит он весы все парами парами хорошо можно было вообще на фарме знаете broadsword классно чтобы им в боковом магазине изи можно купить оху скар против огра огар его уничтожает смотри соло огар красава вообще но огар это вообще на самом деле чисто олег big боец потому что такой же жирненький плотненький и сильный это жестко то не в теме тот поймет олег привет олег привет как говорится хорош хорош уж пришел на фигасе злой путь наверно путь злой из-за того что я его как говорится можно вообще забайте да типа так делаем да пуск ты прошу это на рипера садим на рипера брат не отходи от меня дерись я помогу хорош отлично берем пассивочку все но огар молодец честно вот респект огру я тут вообще в шоколаде стою огру надо будет тут респект загнать максимальный потому что за счет его смертей я очень хорошо фармлю что там у нас 5 левел легион ребятки легиона чекаем потому что я стою всегда глубоко седьмая минута кстати полторы тысячи и 500 до получается до 2000 вот о чем я говорю так что не думайте что я какие-то сказки говорю и все сейчас покупаем робу у нас уже blade mail лего выбегает даем диспульс нажимаем bm и лего отлетает такого нас не крылает получается хард линии плотненький 7 минута кстати я в тайминг вошел таки эти два фрага которые сейчас произошли пускара как-то не удается ну конечно когда огру убивает пятеркой да не удается есть хорошо огар молодец прям очень рады а ерик хорошо если что пт на силу 1000 хп и погнали так рутги внизу до 6 левел это еще тп до какой-то крис крис какой-то тп дал у меня сразу 36 урона все есть там есть а вот он че вот она че а тут не буду подходить хорош как хуск меня ворвался сразу бм нажимаем но у меня вот так вот было там вы забрали чё лего ща выйдет а он бежит вкус бежит вкус смотри цари как они меня не любят на развороте работаем хорошо хорошо можно дальше пойти сейчас будет пт на силу и в опасную зону заходим сейчас но мнение б 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 я не пойду но гор меня понимает это радует кайфово с таким угром играть в команде он молодец так пассивку в 4 можно работать пассивку четыре тысячи хп у меня хватает англия гиды до давай давай ух да тут вот но такое не ну такое вот такой толпой до б х бега сейчас даст и купим царики огор огор убивает просто давай брат фарбласт фарболович фарбласт еще фиссурница хорош молодцы молодцы огор вообще молодец уже когда олега сдохс начата оппоненты на самом деле не везет им уровень сетчета топ сломали да там кота так но пойдет парни внизу вся суета внизу все суета давайте вот так делаем даст и чтобы можно было законтрить пм чеки есть это главное дальше можно догерочек у детский тут принц и ну худ знаете этот тип охот особо и не нужен файнс грипп тут только будет тос да и все принципе дамы же как такового нет и суру брат это рипера я до 207 хорош жесть как они за этого угроз дохли сейчас блин на команда молодцы до согласись парня прям по кайфу охота плотной не будет но задушена катка в целом будет топ там выигрывает ребята деды ласт хитят жесть но товар я потерял все все потерял дети ци пишет реки мару 10 и 2k учила ник так знаете что делаем котл короче решил выгнать нас с низлайна кстати мангус нам не пригодился мана постоянно есть убиваем крипов хорошо вот так вот есть 10 левел будет сейчас сейчас без пульс посильнее будет еще оп есть я обычно так и раскачиваюсь пассивочка всегда берете и погнала хорош путь внизу фармит у меня почти есть рипер долго когда же с 1 левел 2 левел долг и конечно конечно можно вообще так подзабайтить типа знаете на на бм а вот так не так не получится так не получится когда еще и хускар ты поделает это фит уже будет а круто было бы если бы я знаете купил даггер образно и можно уже в принципе попробовать какую-то такую серьезную вылазку сделать то есть против двоих выйти попробовать так сказать бм чекам там пожить с рипера глава задушить ля 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 га га поможи сделаем выскочу сейчас на чуваков даггер там неплохо у меня даггера нету и рядом хорошо забираем так но вот это такое себе если сейчас вылетает но неинтересно будет согласитесь против четверых но катка такая жесткая мне получается как кор и кстати там парень единственный кто как-то вроде тач катку под кат под это подтаскивает да нормально остается он не решается выходить отсюда еще рано рано ребятки рано у меня а я понял вот иначе отчет не хватает но бренса будет еще 6 я подумал если честно почему так тупо идет почти просто мне диссонанс лютый произошел чел так наглую идет я думал это иллюзия типа почему так нагло идет в наглую так идет я бы сразу бм диспуль заранее нажал бы прокадаешь вот этот лак если честно очень сильно меня как-то с этого столку сбил очень сильно непонятная тема ладно ничего страшно next time будем понимать у меня почти даггер был вот это самое плохое то что я не засейвил свое золото но пусть ребятам будет корм как говорится да 11 левел у меня high level на карте можно вообще сейчас если возьму даггер я так левел сейчас себе устану за счет того что я быстро фармлю что вообще жесть они меня потом не догонят манга можно продать уже она нам только руинит ребятки есть такое проклятие называется проклятие ранних закупов даже если они начали камбетчить ребят начали за счет треков прикиньте за счет леги погнали даггер делать даггер делать есть такое поверье да типа если носишь в инвентаре мангус который у тебя не юзаться пока его не продашь все будет неудачно пока не продашь так что это скорее все работает хорош так реки транквила с маской это плохо кора у нас походу нету все нужно аккуратнее играть два раза с видели ребят это очень плохо два раза с видели чадо герочек пм чеки есть у меня очень ранний бм но далее я просто остановился и котл такой здоровый знаете почему такой большой заблодластом багнесса андагон кстати у бх ты пашка бы надо еще драка начнется я придусь принципе стандартный не крылать пока 100 пока что у нас сейчас что там улеги 1000 хп тут как бы у меня не произошла бы проблема что мне нужен дэмэш чтобы мне ребята помогали наносить дамагу потому что это будет печально если кто-то не будет вносить урон 303 кимару нужно лпа так ну вардом я попользовался здесь хорош это на сила га пашечку ребята что там гонятся цари встал ах там же сон но помогать под пятером вместе парнем с подлом там со всеми угруга вида походу четыре героя тут как бы но в четырех не очень будет а рожь ух какой хук реки зря так быть там трек все равно висит хорош делаем так отлично олегич бро помогу по хилю филе но это можно еще и на вставочку кстати бахнуть мне кажется да и они 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 уже все хорош хорош отходим при полкил сделали но вставочку почти до в этой катке хорош хорошая драка несмотря на то что основных ребят не было но чисто так знаете они рассинхрон что-то побоялись там и ну даст и надо дропать point booster очень хочу взять но кроме нас кроме меня никто даст и не берет да реки даст и возьми напишем не знаю даст и очень нужны в этой катке что ребята там пошли сидеть по ходу на дружненько ой 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 почти забрали в реке есть блин почему не задушивает брат нету даггера это даггера это плохо а там он умер скорее сюда да все точно умер все на топ улетаем у нас такой реки мару неудачники я не знаю даже может тут что-то придется делать более серьезное чтобы дамагу наносить тут офигенно догон зашел бы чтобы вносить дамы же больше потому что я смотрю у нас урона нет парнем то есть у нас вроде реки мару есть но его нету его опыта мне кажется не хватит и есть у нас странноват и поэтому давайте что-то наверное думать дамагу сделаем такую плотную к . но билд будет по ходу похоже как и прошлой катки будем что как-то линку был бы круто сделать там три героя к и против которых линка офигенно заходит но я щас в левеле очень сильно поднимусь надо бы надо в левеле подняться хотел вообще агоним но тут надо видимо что-то для пост урона но если мы будем снова болеть мы будем их выносить жесть жесть как просто забираем тут крипов этого забираем возможно так у меня есть три пергу джи джи хорош вот там вот кто то есть увидел по карте по карте высветился на секундочку ухты там даггер это олега скорее всего был что подсказывает такое так пт на силу а вон он гол тэшка жалко не на рипера а вайфи сура меня перекрыл реки умер там тоже да надо фастовый дэмэдж какой-то парнем астовый в котл фермер кстати у нас знаете почему потому что он ты пешится и везде забирает фарм и значит полезно вы форме там или нет типа некрономиком я думаю чтоб можно было под задушить под задушить не крачей каких-нибудь так 2000 есть это полагонима да тут дагон офигенно зайдет нету ребята кто помогал бы раздамаживать нету ребят они тут толпой будут толпой будет да ну все толпа 4 герой они вместе ходят под треками 5 даже пятерых пятеро даже фото лагоним делает будет отменять интересно визик странно почему котл не ставит варды но кто-то хотя бы чтобы варды ставила нужны дасты рики дасты взял он с мамочком кстати это плохо потому что я думал диффузный реки мару будет но сейчас уже добьем аганим и что-то будем думать ребят потому что нужно вот это кто делает вот так интересно это котл скорее так делает он не дасят просто да и все это плохо когда в команде такой игрок это 1 на 9 потому что ну уже а потенциально оппонентом становится потому что вот так вот форма мне оставляет считайте вот керри какой-то заходит в лес тратит уйму времени до чтобы там что-то как-то отыскать найти что-то и получается такой смысл что фарма то нет в лесу фарма нет в лесу 400 и аганом будет у меня забираем там на тропосе парнишка хороший делает как надо принципе если меня убьют мне кажется шансы у них прям иногда кажется что у меня на клавиатуре не работает кнопка b а сейчас странные странные вот эти хп клавиатуры механические они кнопки пропускают так вот это стилит ходит экспириенс у него десятого у меня 14 г по парня и я наверное опсы возьму тпшку выкину опсы кто-то купил опсы сделаем так аганим у нас есть все это на базу вот здесь можно кстати с уезды с даггер веса даггер не скоро до пт на силу и погнали побегаем google вместе надеюсь я не сдохну первым не хотя бы кого-то на рипера посадить что был огонь внизу кто-то есть давайте тут порт аккуратно поставим ага смотри 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 он как все плохо то даст и нажал бы реки мару вгрызся бы да не захотел так но я палюсь our если что объем и все я палюсь если что там снизу кто-то лего по-моему бежал до подхиливаем свою команду такая ситуация серьезненькая стоим в очень опасном месте пушку кает там хорош б вы понизу так и будем раскачивать хорошего тут вард поставим даже не спрашивайте почему что next там по артефакту собрать next там скорее всего будем собирать что-то типа возможно линки потому что там очень такие неприятные кнопки которые будут напрягать пт можно силы не убирать уже мана принципе есть мана регенец постоянно из ушел на топ до блохом но кстати сейчас можно будет в артрике моруда отдать и себе ты пашечки взять хорошо сейчас без пульс будет сразу два диспульса у меня то есть следа сейчас чакра у меня два диспульса просто и все прикольно там когда снимается когда 5 секунд там становится нам нужно в пятером играть там лего обходит путь про продаем да походу это плохо на меня нажимается до риппера дать хотя бы но не успею отхилиться слишком много слишком много дэмэджа нету вот нету вот он вот нужен нам очень сильно нужен ребят так но тут должны забрать легиона забирают тоже реки мару пытается жить тучку брать и ставь но сожжет сожжет пускар нечем убивать нечем нечем давай давай станчик брат или хотя бы вот этого чувака хорош но на развороте хускар мне кажется сейчас понаделает грязь потому что станов нету ничего нет ой уж лоха помощи ой как он новых ребята это очень плохо а гоним кстати у котла есть он может хилить если он понимает что он может хилить это очень круто диез ты нам нужен так но мне не хватает живучести ребята не хватает просто меня сейчас слили за несколько кнопок но у меня в пайнс гри подали по факту и все и расстреляли и расстреляли зео дред какой-то теодрит теодрита нет у нас печалька было бы круто сейчас с какой-то инвиз но есть на самом деле неправильно двигается в этой катке поэтому у него ничего нет и ул можно сделать кстати в этой игре знаете почему потому что там такие кнопки типа бх трек и от образно сейчас я прыгнул мог дать себе ел да то есть как бы раздамажить дать ел и принципе отойти перебазироваться немножко да такой такси тактически небольшой отход чтобы враг зашел в наши позиции в которые мы уже изучили и уничтожили его чтобы это было очень очень простенько очень простенько такая стратегия стандартная стратегия просто передумать передумать просто и все так 16 левел попали гиган линчи джон позволю него но если тут еще и бх в команде да все что кнопку на бм и держим пудге рудге огур опа сари сари в бм уничтожает меня вот это жирная конечно свинья у хорош да чисто челы в бм убились три полкил прям на вставочке если честно я там контроль потерял то что я там бы сдох сто процентов я там по факту сдох если бы не угар но я на угар рассчитывал поэтому туда шел кого поможи сделаем хорош это дамажем реки поможет варить эти китаю давай давай еще блинки юзай хорош а это дима ультра килл этот сауры хорош такое нормально да не как здорово привет напишем привет не жмет м а до да и мх жмет конец а вот это вот она мх очень странно два раза уже брат ты не переживай все хорошо тэшка чуть побьем тэшка чуть побьем два раза говорит уже конечно два раза так у меня есть если что кнопка идет обстанем чтобы художе было спокойнее б м чик жмет так лего там даггер надо не забыть пт на силу и стоим и пушим просто сейчас ночь будет правда это очень плохо ночью очень плохо будет пушить так ограни задавать он сейчас под очень уязвимой темой под кнопкой пуджа если что будем прыгать и помогать я думаю губы парни отойдем 4000 золото сейчас можно тараска даже попробовать сделать но лучше линк конечно ой 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 точку точку реки тучку реки братец также быстро меня слили до ничего не успел нажать бкб бы может сделать а летнее link надо как же быстро меня слили с там тоже четко не знаю как это плохо да подрались вообще ничего не нажата была я не рипера не дал ничего меня просто слились 0206 печально они еще могут выиграть эту игру до орбу покупаем вообще как крипа слили то есть вот не помогает мне тут мх если бы котл еще сделал глимер какой-то может быть было бы поинтереснее ребятки было бы поинтереснее давайте сейчас деф ним топы у нас тут получается чуть-чуть до линки очень не хватает догона ребятки в этой катке но к сожалению я по билду не могу догон покупать мне нужно третий билд третий билд это танкование а у нам нужен дамаг у нас реки слабенький реки слабенький а клиника да сделаем линку линка hex и возможно что-то еще на дамаг сделаем отойдем варды надо расставить снова вардов нет а возможно роша аккуратно они по трепу под треками очень много фарма берут под треками очень много фарма берут на х бх тут да хорош вот такое жесть ребят берем варды не знаю у нас скотал но надо самому ставить мне походу и тут и я и дамажит должен и танковать и фармить убивать и варды ставить это жесть ребятки слишком много полномочий на меня падает слишком много если все равно есть слабенький огор молодец лайнинг он одержал но блин был бы были бы варды я бы видел всю контору и среди что делает пуджа убивать пытаются и еще вот вообще у него там худый пайп и время пытается его забрать играйте если они заберут это очень круто ребят но не знаю не знаю тяжелька тяжелька вот тут и сейчас непонятно почему котл не занимается тем чем должен заниматься играть на четверке хотя бы два вардика дефолтных я бы ставил реки пусть берет кому даст и выйти иду иду я заберу надеюсь из-под носа не заберут у меня хорош пойдем так и варды хорош пойдем помогать ребятки бкб фускарчик блайнда он уже кинул гоу это наш клиент парни это наш клиент должны 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 гугу 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 мы должны задушить он бегу волосы назад я нужду ребят готов давайте вот так делаем все есть уру на базу и погнали ух ты сарис рича делается но это минус а е ну такое себе но я-то два раза умираем разума до бар поставить отходим даггер будет я пойду жестко это проигранная драка их пятеро тут у нас есть на топе фармит проигранная драка нет смысла а его отдали вообще тупо но они видят нас они нас видят мы их не видим в этом проблема линка почти есть но линка против бх не поможет очень жесткая игра ребят очень жестко в команде просто про игроки еще дополнительно реки не буду ставить реки сэйвить этом не буду да жестко на самом деле осуждаю котла в этой игре максимально то что он что-то непонятно делать он не варгет 0 импакта от него в драке вроде мы должны драки тащить часа егисом не знаю я умер просто от того что но вроде как бы все рядом были до меня выкукали все меня нет меня нету есть линка но боюсь бы х будет сбивать не дастов тоже у нас нет очень тяжелая игра если сейчас так и пойдет я буду тарик догон мне нужно догон делать догон делать там лотары еще но их-то слишком много вот бх молодец четверочник бх четверка там есть куда прыгает что с этим если не так фул это gg мы проиграли мы тут проиграли сожалению они выхукать что там пул грифсы дали еще грифсы дали хорош бх минусом а я чисто аурой тут буду поддушивать дуэльку дает линку хорошо это туда же за хилю брат за хилю буду драться с руки дерусь как мужчина арм летит не дам но заберем хорош хорош погнали жалко я рипер просаживаю на типов пуджа он у него половина хп было даем там почти убивал но немножко не удалось так минус 4 мы дали с горем пополам я не знаю как то у нас получилось но мы должны сейчас четко поддушивать sacred warrior buy back hex очень хорошо зашел бы еще и бэк sacred warrior у меня рипер когда если чуть-чуть раньше откатился даем сейчас прыгну вот это пацана я забрал ребята очень далеко я побью наглую отойду смысл уже не вижу смысла так главный позиционка в этой игре с не все потеряно выиграть можно ребят даже с таким котлом непонятно что он собрался собирать секс тут нужен секс нужен и дэмэдж нужен не короче бы круто зашли если мы не можем пульс но видно что парень вроде типа фармит да но он игрок и понимающий что тут он не чувствует игру не чувствует а я чувствую что у нас нет урона есть там прыгнул вообще что-то как это странная тема была парень на есть очень странно сделал книгу да вот даже а вот огор понимает да что книгу нам нужно сделать не нам парни на это он тут есть тот кто еще о города обр тоже в плотного такого собирается можно принципе пойти попробовать по низу до ребят может что-то и получится прикиньте если мы драку выигрываем а мы в принципе автоматически сносим хайграунд но опять в ночь идем ночь код от котла хила не будет это очень плохо очень плохо губы бб парни лучше от нового йогурта подставился но я тут не буду сэйвить и тут просто snowball пойдет все бы вы лучше бы парни так у меня 2000 езда дэмэдж бы какой-нибудь вообще даст и надо рики не берет даст и опять попросил можно лесочек сейчас а тут чуть-чуть до фармлим так нужно быть бдительнее с кнопкой рипера потому что там поцеливать ни один рипер нормальный я еще не дал такой надо рипер чтобы прям четко четко зашло и желательно даст и надо купить потому что реки реки даст и ползу хорош хорош она там нет еще так 20 левел хорошо собака бестолковая гавкает по любому неважно мой важным повод так варда у меня кончились но у нас стоит два варда сказать два имба варда которые дают хотя бы какой-то vision их быстро эти варды не снимают но дается вижу целом так баха на топе что у него там сэн 3 да и ничего больше нет блин ну догон бы я шестым слотом сделал бы тут на самом деле так он бы хорошо на центре видели нашел вар так а у от ропа со кстати огоним это серьезно давайте может блин да глимер не поможет опять покидая лего тдшкой там ветерон из ч.д. сделаем можно глимер бы было бы сделать знаете глимер сделать хотя бы как-то передвижение но то видите там бх это плохо плохо это плохо у реки чё там башер да в принципе реки мару если вгрызется безнаказанно я думаю но сможет поддамажить я так думаю так гем у нас есть до двоечку ему дай двоечку пусть постоит парень подумает о своем поведении круто было бы зацепить а нам до дня чуть-чуть дотерпеть днем лучше драться чуть-чуть еще потерпим днем драку хорошим можно закатить у груда герната у груда герочи бы да угар просто в танков такого собрался я тут тоже как бы там день ждать надо день ждем ух ты катуху кают не знаю такая все драка будет похоже да так реки слили реки слили садрис ариатроп че делает а по это минус нажимаем кнопку хору пошло дело пошло дел так меня в ухоле но я еще живой розовый теплый потеносил надо вот этого убивать надо его надо 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 до конца обоим будет еще парни помогут же есть бм есть хорош отлично регенимся мид хорошо но олега нам низ будет ломать пытаться но я думаю мы успеем тут если что я тп дам легион и осоло должен забирать у меня не должен убивать хорош но наконец-таки что-то сделали отлично вот и по сделаем когда-то скушат лего убивается в бм молодец какой но мид не спушили мид не спушили так у меня появляется 4000 золотых но мид почти спушили лего байбэкнулся ребятки хоть какие-то плюсы есть принципе драка была такая себе но лего заставили байбэкнется лего заставили байбэкнется очень круто будет если я сейчас куплю хекс мне кажется знаете почему хоть и дэмэджа нету но мы сможем как-то за цепи поиграться на как думаете ну дэмэдж нужен дэмэдж нужен в таком билде сейчас бы дэмэджа у меня есть шива ну шива кстати тоже как вариант но шива мне дэмэджа не даст лучше хекс мне кажется их лучше не окажется хекс лучше мне кажется сколько гуинсо там 5 600 до 600 300 золу хекс сделаем а секс текст лучше сделать бро давай линку на линку да ну реки должен нападать хорош отлично но пуджа тоже должен забирать отлично они не в тот лет зашли не в тот лет зашли зашли неплохо хорош хорош не в тот лес они зашли парни гау хекс есть мид нормально вот это хорошо блин выпотели мы такие-то катка походу да с командой выпотели плотненько такой билд у нас не карлайд получится плотненький но у нас понизу лего опять идет до речь 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 резко резко потому что там лего опять вниз идет сейчас хекс если что есть нажмем ват робоса и б вот вы будто прожиться релок не меня хорош понимает релок ну отлично понизу сейчас travel возьмем ну вот теперь откат лада кстати импакт есть есть что если он будет так релокать типа это по кайфу ребятки продаем пт-шечку пассив за подписку кто подписывается ребятки не забывайте что гайды есть на каждого героя на каждого героя дай продать я то сейчас в тебя понажимаю дядя мой можно рошу забрать так секунду 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 хекс есть можно поесть отлично хекс есть все есть парнем let's go забираем рошана берите аек и смело хг хорош смело хг сейчас пойдем ребятки смелейши просто так надо отойти и подамаживайся но несмотря на то что как-то знаете так слабенько как-то отыграли мы но вытаскиваем парни вытаскиваем вытаскиваем 3 хуров напишем ребятам я готов я готов го по низу если что хекс есть будем прыгать мне кажется надо будет как-то подконтривать да ребятки хекс это хорошая вещь мне кажется хекс даже лучше чем шива тут зайдет даже лучше среди как ура здоровая знаете почему от blood last а украсть забавно блин на самом деле катка потная надеюсь вам такая игра понравится очень много комментариев в этой игре прямо излишние комментарии мне кажется даже присутствует заходим в наглую на хг ломая тут день сейчас день опять кончается почему я постоянно цепляюсь так за этот день потому что котл хилит днем с своего так сказать спела ухты ухты сари бежит 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 так ну давайте так сделаем нет не делаем а так сделаем поможет кто не тут кнопку нажать но такое такое ладно я остаюсь драться панс гриппа нажал в бэм убьется с finder нет но чуть-чуть остается хп мне главное отхилиться хорош почете пошел хил отлично жалко если так давно не было ой там башь вылить вы прикиньте опа еще езды с пульсом меня чакры бахну по тучке главное бегать по хекс ну не успел хекс дать прикиньте и меня бросили просто бросили пуджа не видели что ли ай ладно ну зато запущим парни бай байка нет пуш просто обходит меня они не видели его походу за тучи пошли кого не там убивать баха ну блин если бы мне помогли типа общей зигул уж парни вы чё но пойдет но пуджа не видели но хекс микро кд микро кд хекс по микро кд потопа сейчас пойдем жалко егис выбили да все выбили хорош пойдет но драка более-менее вот такие на парни это хорошо это хорошо уходят ребята да уж очень жирный кстати очень годно что он сделал лотус я бы сейчас в принципе ушел бы просто сниму в хекс но я хотя бы пожил бы еще четыре секунды там не знаю может мне бы что-то помогли бы помогли бы как-то но ждем сейчас рез и погнали next у коту хекс делает нет линку делает отдыха линка никак не помогает но целом линка хорошо заходит против того пика то есть тут у нас раз линка нужно у меня в том еще кстати атропов почти почти умер на то есть почти повезло что он умер бы в бм и это сразу бы прикиньте насколько это бы облегчило мою игру уже изначально то есть он умирает об меня и захиливайся 360 хп пошло еще дес пульс и еще плюс 500 это жестко было ну как плюс 500 там плюс еще 150 по хилу и погнал огр молодец прям я огром восхищаюсь в этой игре потому что он действительно показывает нормальную качественную игру до типа без даггера но целом он понимает хотя бы что делать погнали сейчас пока дойдем там уже день наступит ух ты с ари 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 но это плохо и плохо это плохо это плохо что мес идет наглуда я умер на finda возьмут но это дурак ой как хорошо что он вытянул но жалко есть что такой долгий ужас какой-то есть чувство бой это такой долгий он просто стоит дерется с ними но я тут тоже не знаю я не хотел лопаса улететь а меня тоже риппер бы закинулся хотя он мои бы фулл хп считал чё с тобой у с а вообще что-то проблемы какие-то говорит без даггера не смогу я бестолковый так меня не было тут а ну ладно хорошо хорошо я понял молодец я понял все вопросов не так если его там драки не было если что ребятки вы поняли да а я на него забытился так 1400 данного и бэк нету бы мы что игру еще не выиграли мы ее можем проиграть из-за вот этого с это жесть какая-то тема лютая так но ребятки вы бакб нажимает бежит огур минус сразу blind не blind не откинуть хотя бы бхшника реки жалко стоит афк где-то тоже не помогает но должны должны реки цена цепляю брат убивай сразу тучку тучку и поехал тучку брат тучечку тучечку поставь дорогушечка пошел пошел нет не пошел не пошел все и с идет эхо слайма нет ну просто идет от ноги дай сначала фиссуру да а он идет топает вторым и дает от ноги так если сейчас реки умирает это гг скорее всего так но мана у них нету четыре секунды мой рез хорош ошибается атропос это очень хорошо очень хорошо можно кстати бхшника догнать я так считаю у него маны нету но у него грифс опять него грифс ах венвиз зашел таки успел зашел таки венвиз надо кстати скорее всего заберу его а я дерусь что я сделал не так видимо ошибка что я пошел вообще туда и ребята это поддержали и ну тут просто нужно написать лох да парнем жесть я аж покраснел с этого мува как бы х не умер там я не понимаю ладно ребятки все таки тут получается моя ошибка ну типа в нормальной игре сто процентов за мной бы хотя бы ес побежал видя бх миллион процентов вам даю но тут получается моя ошибка потому что я не подстраиваюсь под команду которая просто афк ашет поэтому ребятки это проблема ладно окей окей могли сейчас кстати пойти по топу и закончить игру а я получается оттягиваю но вот моя ошибка окей я признаю пусть будет это моя ошибка не ошибка афк команды окей погнали парни меня ждите 15 секунд я надеюсь меня релокейт нет парень на этом на котле я ни одного рипера не могу дать странно там видите еще тоже лего подошелся там ребята нормально подцепливают друг другу а у нас тут какая-то торопыжная тема 8 раз я уже умер это очень много тп меня ладно я понял окей дайте бх зафокусить садри он снял да она нормально 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 забрали все-таки забрали хорош хорошая драка продолжаем продолжаем отлично давайте ребятки дальше 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 пойдет пойдет на рипера отправили таким и фиолетового но такие я ему отомстил сейчас там видели опять стан снял этот парень на парень на этом на леги но все равно дэмэль зашел вот сюда надо идти ужас жесть что за игра ребята это потно на самом деле потно но если была бы нормальная команда уже бы выиграли тут один огур только нормально я считаю потому что но и с максимально странный потол не вардит хотя артефакты делает просто фармит честно я не знаю как бы судить строго тоже нельзя одна единственная ошибка грубо у меня была вот сейчас потому что я не подстроился под команду да но погнали переворачиваем нашу ошибку в нашу победу ребята это самый главный момент главное перевернуть если мы переворачиваем значит все ошибки те которые были ранее они не котируются нам все равно туда пушим хорош просто пушим есть кнопки просто ломаем будет все огонь мы команда как не как ребятки команда джи джи молодец огур молодец на машульта мой брат а тоже сливал да но хилимся пока до юзаем бмчик отлично давай брон живи мы не прожил ребятки ну вот такая вот потная игра у нас получилось 52 минуты это жестко на самом деле молодцы ребятки молодцы но тут по факту если честно игра такая на самом деле очень хардовая было я не знаю прям максимально hard gaming получился нас так но нам не действует бм леги вот такую штуку хорош 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 ну задушина я считаю довольно таки неплохо хорош бм четко нажал почувствовал чтобы хочет будет вылазить третий глаз вот тут такой хорош отличная игра ребятки но не сказать что все прекрасно сыграли я в том числе но в целом катка надеюсь вам понравится ребятки на этом гайд на микролайт у нас окончен собираетесь правильно смотрите по макро игре не собирайтесь так как я собираюсь просто понимаете для контента мне необходимо собрать первый билд определенно такой второй такой третий такой то есть в этой игре мне не хватало догона максимальная это чувствовал то есть я бы соло всех бы келял и в принципе я бы и не парился но как видите я сыграл по третьему билду то есть такой более такой танковательский и более такой лейтовый что ли не знаю но на команду рассчитанный то есть вот если бы у вас хороший реки мару был бы в игре на такой и есть отличный то такой бил бы вообще ну а просто хорошо зашел бы есть дамаг есть disable уничтожаете и все ребятки чувствуйте игру душите играйте очень хочу похвалить игра молодец брат если будешь смотреть серьезно отлично и на лайне стояли и только единственно дагера тебе не хватает но в целом прекрасная игра котла осуждают за недостаток вардов ну и принципе все ребятки спасибо всем за то что посмотрели этот гайд на этом все с вами был ксеназус и до скорого